Журнал «Всякое всячино». Номер 1, 2015 год. Дайджест публикаций в прессе и интернете. Некоммерческое издание для друзей и знакомых. Сегодня в номере. Наш первый герцог. Статья о событиях 1919 года в Ёлгове. Перевод Курзимникс, я. Билл Гейтс. Люди не задумываются о том, что в ближайшие годы их работу отдадут программным роботам. Индийский школьник сумел построить компьютер без жесткого диска. Уникальная российская разработка запущена в производство. В НАСА разработали марсианский вертолет-разведчик. На Марсе нашли пропавший 12 лет назад космический аппарат. Рабочий модуль китайского аппарата вышел на окололунную орбиту. Корабль Дрэгон пристыковался к МКС. Кладоискатель нашел 22 тысячи римских монет. Загадочный артефакт нашли в угольном разрезе Кузбасса. Другие принципы. Почему финская школа считается лучшей в мире. Книга в моем букридере. Алексей Максимов. Призрак зверя из клубины. Гарри по прозвищу Крокодил. Нетерпимость к толерантности. Райнер Швальме, сын Колесника. Евгений Захаров, седьмой гном. Примечание. Наш первый герцог. Газета Джилгавас Веснесис напечатала статью о событиях 1919 года в Ёлгаве. Статью перевел и прокомментировал известный вам я. Курзим Ниекс. На карте Анна Портанцеи 1573 года Ливония изображена, как единое государство, хотя к этому времени отдельные ее части переходили из рук в руки и были поделены между разными собственниками. Впрочем, единой Ливонии никогда и не существовало. В историографии принято понятие «Ливонская конфедерация», историк Лев Гумилев применил бы здесь термин «государство Химера». Ливонская конфедерация состояла из пяти территорий. Владение Ордена, архиепископство Рижское и епископство Дербское, Эзельское и Курлянское. Эта структура восходит своими корнями к 13-ти. Когда в 1207 году она была объявлена частью Священной Римской империи и получила название «Земля Девы Марии» – Терра Мариана. Первоначально, немецким рыцарям полагалось 1 дробь 3 земель, а архиепископу и епископам 2 дробь 3. Но стремление обеих сторон контролировать и остальную часть являлось источником постоянных конфликтов. Да и разве могло такое положение казаться справедливым, завоевывавшим эти земли рыцарям, но пока велика была власть Священной Римской империи, худо-бедно, некое равновесие сохранялось. Но пришло время реформации. Уже в 1520-е годы в Ливонии выступали ученики Лютера и Аганн Бугенхаген, Андреас Кнапкен и Сильвестр Тегетмейр. Их проповеди упали в благодатную почву как среди дворян, так и среди бюргеров и городской бедноты. Сам великий магистр Альбрихт Бранденбург Ансбахский вступил в контакт с Лютером. Он передал ему статуты, чтобы тот их просмотрел и дал совет о возможной реорганизации духовно-рыцарской корпорации. Реформатор посоветовал не только отречься от обета безбрачья, но и выйти из ордена. К столь радикальным переменам рыцари не были еще готовы, но в 1523-1524 годах основные католические церкви в Ревеле и Риге были разгромлены, а католическое духовенство изгнано. В 1539 году Рига вошла в состав протестантских городов. Но, поскольку епископ Риги был католик, в конце концов был найден баланс между католиками и лютеранами. В этот сложный период, в условиях Ливонской войны, последним ландмайстером ордена стал Готхард Кетлер. Будущий герцог Курлянский и Семигальский происходил из ветвиной Асен и Хофенштадт, и был сыном Готхарда Дванией Асен и Сибилы Софии фон Несельроди. Девятый ребенок в семье, он родился в 1517 году. И семья изначально готовила его к духовной карьере, ведь на отцовское наследство рассчитывать не приходилось. Вильгельм, его старший брат, сделал карьеру, став епископом Мюнстера, а Готхард, первым из семьи подался в орден. Но первоначально он был направлен ко двору архиепископа Кельнского, являвшегося имперским князем, и прилатом церкви одновременно. Был юноша тогда правоверным католиком и прослужил тамгоф-юнкером с 1537 по 1538 год. Это позволило ему получить и некоторое светское образование. Чин это был маленький, но имел он доступ к самому епископу Герману фон Виду и вероятно уже там познакомился с евангелическими идеями и наблюдал нарастающую борьбу между католическим и евангелическим учениями. Кстати, сам курфюрст и архиепископ Кельнский Герман фон Вид сначала был противником реформации, но понимал, что реформы необходимы, за что и поплатился. Вместе с коллегами он разработал проект реформы, одобренный светскими чинами, отчастию и духовенством. Но когда стали вводить ее, большинство духовенства, это ведь их касалось, настучали папе, и папа Павел III лишил нашего архиепископа кафедры и посадил на его место, того еще ретрограда, подавившее в Кельне реформационное движение. Звездочка Необдуманно стремятся, а потом погружаются в мирские и кощунственные дела. И хотя некогда священникам нельзя было иметь часть владений с народом Божиим, кроме десятины, однако наши не удовлетворяются десятинами, приношениями за отпущение грехов и другими разными доходами, которые они получают от богатых, бедных, новорожденных, вступающих в брак, больных, умирающих, умерших. К тому же кроме богатых имений они стремятся управлять многими церквами одновременно, во вред обществу, вопреки закону и разуму, так как они в большинстве случаев не живут при тех церквах, в которые вошли непризванные, по словам Господа нашего, не через двери, но как воры и разбойники. Они сдают их мирянам, купцам, сводникам, продают. Есть много церквей, которые никогда не видели своих пастырей или приходских священников. Если кто-нибудь от границ королевства по всей Литве и Жемайте, а также Руси стал бы искать пастырей в церквах, приносящих такие доходы, что одна церковь может прокормить многих пастырей, то не нашлось бы ни одной, где бы пастырь пребывал постоянно или же часто ее посещал. Поэтому пошатнулась вера в пастве, охладила любовь к Богу, перестали возносить хвалы Господу. И это была очень мягкая критика католического духовенства. Звездочка. К тому времени 30-летний Готхарт Кетлер уже 9 лет рыцарствовал в Ливонии. Как ему служилось, мы не узнаем, но в 1554-м он уже Комтур Динабурга, ныне доугавпился. Комтур, это брат рыцарь, который управлял определенной областью Орденского государства. На него возлагались церковные, административно-хозяйственные и военные функции, подчинялся он, в свою очередь, ландмайстеру. Провинциальному магистру, этой области. В военное время Комтуры становились во главе отрядов Орденских братьев, которые несли службу в округах, и таким образом формировали своеобразный командный состав старшего звена. Положение и должность обязывали его сражаться в первых рядах, показывая пример остальным, а того потери среди них были велики. Контурства бывали большие и совсем маленькие, но размеры замка и его значения, свидетельствуют, что Кетлеру доверяли. А через в немецких рифмованных хрониках, Рейвчроник, сохранились сведения о выборе места под замок Динабург. Три года сорокалетний брат Готхарт был уже Комтором Фелина. Только рать, что там была. Гору эту обошла. Как магистр на месте встал. Братьям-рыцарям сказал. Это важная гора. Много нам сулит добра. Замок мы на ней поставим. Из себя от бед избавим. Если от замка Динабург осталась только гравюра, то развалины замка Фелин можно даже потрогать руками. Ну, и конечно, оценить ее размеры на макете. Осада Фелина описал. Тот самый Курбский, а главным трофеем был, отправленный в Москву эксландмастер Вильгельм фон Фюрстенберг. Фелин был Фелином до 1919 года, когда вернул древнее название Вильянди. Ведь здесь в 1217 году состоялось важнейшее сражение между немцами и эстами. Если верить хроникам Генриха Ливонского, 3000-я ливонская армия, состоявшая из войск рижского и епископа, крестоносцев графа Альберта из Галштинии, ордена меченосцев и ополчения Ладголов и Ливов, разбила 6000-я войско эстов. Может, эта цифра и завышена победителями, но если немцам в качестве трофеев достались почти 2000 боевых коней, возможно, победила тактика и слаженность, ведь коалиции эстов, собранных из разных земель, не были единой армией. Эсты рассчитывали на помощь русских войск, но те так и не появились, русские князья тогда, часто проявляли политическую недальновидность. Но вернемся во времена Готхарда Кетлера. Его карьерный рост продолжался, в 1558 году ландмейстер ордена Иоганн Вильгельм фон Фюрстенберг назначил его своим коодьютором, то есть, заместителем и преемником. Кстати, фон Фюрстенберг тоже начинал скамптурство в Диннабурге, правда оно, в отличие от Кетлера, продлилось 19 лет. 1535-1554, и сменил его на этом посту именно Готхард Кетлер. Та же история и с Феллином, фон Фюрстенберг с 1554 по 1556, Кетлер с 1557 по 1558. Заметим, что карьера Кетлера шла более шустро. Каодьютором он стал в 42 года, а его патрон, и предшественник в 56. Отметим только что, ставка адьютором, Иоганн Вильгельм фон Фюрстенберг практически выполнял функции ландмейстера, ведь его патрону было уже 76 лет. Мог ли знать старенький Генрих фон Гален, что избранный им заместитель спровоцирует в какой-то мере Ливонскую войну? Сам Тон в 1554 году заключил перемирие с московитами на 15 лет, поскольку не одобрял усиливавшегося влияния Польши. Но вот в самой Ливонии было достаточно сторонников Польши. Рижский архиепископ Вильгельм Бранденбургский взял в Каодьюторы 19-летнего герцога Кристофа Мекленбургского, родственника польского короля и великого князя литовского Сигизмунда 2 августа. Вытащить эту занозу предполагалось путем маленькой войны внутри ливанского значения. Динабургский комтур Готхард Кетлер отправился в Германию за наемниками и тогда же в Каодьюторы фон Галену был выбран фон Фюрстенберг. Последнее вызвало недовольство ландмаршала Каспара фон Мюнстера, который сам претендовал на эту должность, предполагая, с учетом возраста ландмайстера, что, сможет порулить и в высшей должности. Оскорбленный, он перешел на сторону рижского архиепископа. И эта парочка решила передать всю Ливонию под покровительство польского короля Сигизмунда Августа. Каспар фон Мюнстер отправился на переговоры в Польшу и Пруссию, правда некоторые историки пишут, что просто бежал после попытки поднять мятеж и захватить крепость Дюнамюнде. Речь здесь не о нем, но став ландмейстером, Кетлер назначил его контором Виндовы, а после распуска ордена, он жил в Аширадине. На нем Айскроукле, когда армия Ивана Грозного взяла этот город, по приказу царя, бывший ландмаршал был ослеплен и забит кнутами насмерть. Но это случилось в 1577 году. А 30 мая 1557 года ливонский ландмайстер Генрих фон Гален скончался. На его место был избран его заместитель Иоганн Вильгельм фон Фюрстенберг. Ему теперь досталось в наследство решение конфликта с Вильгельмом Бранденбургским. Тут стоит немного пояснить, что же было нужно рижскому архиепископу. Его брат Альбрехт последний великий магистр Тевтонского ордена, хоть его матушка была дочерью. Польского короля Казимира IV Егелона, долго пытался избавиться от вассальной зависимости от Польши. Воевал с Польшей, заключал договор с Московией, посланники Москвы оплачивали ему наемников, неоднократно доставляя для этого бочонки серебра. Однако вынужден был запросить перемирие в 1521 году, а познакомившись с Мартином Лютером, проникся его идеями, обратился с открытым письмом к рыцарям Тевтонского ордена. И в итоге, католический орден принял реформацию, а католическая Польша предложила Альбрехту способ урегулировать прусско-польский конфликт. В результате, 8 апреля 1525 года был подписан Краковский мир, и на карте появилось герцогство Пруссия, подвластная Польша, с наследным герцогом Альбрехтом Бранденбург-Ансбахским. Кстати, еще тогда, в 1525 году он предложил Сигизмунду первому заключить с московским государством договор, основным пунктом которого был раздел Ливонии. Естественно, опыт брата подвиг Вильгельма Бранденбургского на попытку такой же рокировки. Почему бы не стать герцогом Ливонии? Собственно, об этом уже шли переговоры в Польше. Но новый ландмейстер, как и большинство рыцарей этого не желали. Война таки состоялась, получив у европейских историков название «Война Каадьюторов». Каадьютор Иоганн Вильгельм фон Фурстенберг схлестнулся с Каадьютором-герцогом Кристофом Некленбургским, польские же историки называют ее «позвольское выправо», поскольку первоначальные успехи ордена закончились подписанием «позвольского мира» с Польшей, выступившей в защиту рижского епископа. Польские хронисты утверждают, что по требованию польского короля ландмейстер просил у него прощения стоя на коленях, свидетели с ливонской стороны умолчали о ходе переговоров, что может служить подтверждением этого унижения ордена. Уже свергнутый и находившийся в заключении епископ Вильгельм Бранденбургский был освобожден и восстановлен в своих правах и привилегиях, правда удалось ограничить в правах и полномочиях Кристофа Мекленбургского, но главное, предусматривался оборонительный и наступательный союз с Польшей против Москвы. Это ли послужило поводом к Ливонской войне, ведь эти пункты договора должны были вступить в силу лишь через 12 лет. Нет сведений о том, знала ли Москва о этом договоре, но войска Ивана Грозного вторглись в Ливонию. Формальным поводом послужил вопрос о Юрьевой дании, определявшейся в размере одного марки с человека. На открывшемся в мае 1558 год, Лан Таге, сословиями было решено выплатить московскому царю 60 тысяч марок. Поскольку была собрана только половина суммы и не соблюдены условия предыдущего 15-летнего перемирия, Грозный решил сам взять свое. Лукас Кранах-Старший. Портрет Альбрихта Бранденбург-Ансбахского, герцога Пруссии. 1533. Иван Четыре Васильевич. Гравюра на дереве Х. Вайгеле. За май-октябрь 1558 год, были взяты 20 городов-крепостей. Когда русские войска отошли на зимние квартиры, оставив в городах небольшие гарнизоны, Готхард Кетлер предпринял ответные действия. В конце 1558 год, Кетлер поступил к крепости Ринген и взял ее. Но, через два месяца русские войска провели зимнюю карательную операцию, и 17 января 1559 года, в битве при Терзене, Орден потерпел поражение. Были потеряны Нарва, Нюйхулс. В марте, не без помощи Дании, было подписано перемирие, сроком до осени. Пользуясь этим Готхард Кетлер развивает бурную политическую деятельность. Он бросился искать помощи в Польше и в Империи. В мае 1559 год. Он в Вене при дворе императора. Увы, он не нашел никакого сочувствия и потому не поехал в Регенсбург к Рейхстагу, как он намеревался первоначально. В июле он в Кракове, с июля и до сентября в Вильне. Ведет переговоры об изменении условий позвольского мира. Или Польша немедленно поможет, или Ливония потеряна. Король Сигизмунд 2 август тянет время. Выторговывает территории и замки, и только 31 августа 1559 года. В качестве великого князя Литовского подписывает договор. Он обещает защищать Ливонию против русских, за что ему безусловно уступлена область на Средней Двине и были заложены у него орденские замки. Динобург, Зюльбург, Люцин, Разитин и Баускинбург. На съезде в Вендине Кетлер и его сторонники убеждают Фюрстенберга отречься, утверждая, что польский король согласился помочь лишь под этим условием. Действительно, это условие встречалось в договоре, но, Кетлер сам вставил его. Фюрстенберг уступил неохотно. Однако большинство начальников стояло за Кетлера и дело ныне решались по количеству, а не по качеству голосов, как прежде. Когда был поднят вопрос о содержании старого, то есть, бывшего магистра, то назначили ему было Пернов, однако, перновский командор не хотел ему уступить, в итоге, когда 17 и 20 сентября формальности отречения были исполнены, он получил торваст и гельмед. Позже, в 1560 году, он получил сверх того еще Фюрлен, и тогда только передал должностную печать Кетлеру. Также он медлил освободить от присяги Ригу и Ривель. Венденский съезд произвел, кроме того, некоторые перемещения начальников. В общем, приверженцы Кетлера оставались на своих местах или получали повышение. Ланд-маршалом был назначен Филипп Шальфон Бель, человек достойный и заслуживающий полного доверия. В смелости новому ланд-маршалу мы отказать не можем, когда летом 1560 года 60-тысячная русская рать под предводительством воевод-князей, Ф. Мстиславского, М. Я. Морозова, Я. Ф. Адашева вторглась в ливонские владения с целью взять крепость Фюрлен, он единственный, собрав небольшое орденское войско. Около одной тысячи. Чел. Смело выступил против русской армии. Силы были неравны и в битве под Эрмесом 2 августа 1560 года ланд-маршал потерпел поражение. Вместе с ним в плен были взяты 120 рыцарей и 11 контуров, а следом, после трехнедельной осады, пал и Фюрлен. Ряды пленных пополнил бывший ландмайстер фон Фюрстенберг. В художественном и культурно-историческом музее земли Вестфалия хранится этот бюст Иоганна Вильгельма фон Фюрстенберга. Пленные были доставлены в Москву при дочи Ивана Грозного. Ланд-маршал Филипп фон Белль вел себя дерзко, чем вызвал гнев царя за что он, его брат Вернер и еще с три рыцаря был обезглавлены, а их тела брошены собакам. А благочестивого старого магистра Вильгельма Фюрстенберга выслали и дали в пожизненное кормление ему и его слугам замок, называемый Лублин. Любим. Стоит добавить, что замок Лублин, это деревянный острог при слиянии об Норы и Учи, построенный для защиты местного населения от татарских набегов, но после взятия Казани, свое военное значение он уже потерял. Завершая историю предпоследнего ландмайстера Ливонского ордена, стоит добавить эпизод, сообщаемый разными хронистами. В 1567 году царь вызвал в Москву фон Фюрстенберга. Дальше стоит дать слово свидетелю этого события, ведь одним из опричников Ивана Грозного был Генрих Штаден, позже рассказавший об этом в своих записках о Москве. Великий князь в своем одеянии сидел со своим старшим сыном. Опричники стояли в палате, по правую руку великого князя, а земские по левую. Вильгельм Фюрстенберг предстал перед великим князем в своем обычном платье. Я стоял неподалеку от Вильгельма Фюрстенберга и толмача Каспара Виттенберга, чтобы слышать, правильно ли толмач толмачит. И вот великий князь начал и сказал. Бывший магистр Лифляндии, мы хотим тебя пожаловать и опять посадить тебя в Лифляндии. Только ты должен свято обещать и скрепить обет присягой, что ты завладеешь и всем остальным. Ривелем, Ригой и Финляндией, всем, что принадлежало твоей бывшей державе. После тебя в нашей прародительской вотчине, простирающейся до Балтийского поморья. Секандер Асцехе, будет править молодой магистр Вильгельм Кетлер. Вильгельм Фюрстенберг сказал в ответ великому князю. Того я не слыхал и не ведал, что Лифляндия до морского берега Асдзи твоя прародительская вотчина. Великий князь возражал. Но ты же видел огонь и меч, убийства и казни. Ты видел, как пленниками были уведены из Лифляндии и ты, и другие. Так теперь держи ответ. Что же ты хочешь делать? Вильгельм Фюрстенберг отвечал. Я приносил присягу римскому императору. На этом я готов и жить, и умереть. Великий князь разгневался на это, и Вильгельм Фюрстенберг был отослан обратно в Любим. Добавим, что Фюрстенбергу в 1567 году было уже 67 лет, и через год он скончался в Любиме. А вот его собеседник, которого мы привыкли видеть старцем, отметил свой 37 годок, юному же Кетлеру уже 50 лет и уже 5 лет он герцог Курлянде. И уже год, как женат на Ане Мекленбург-Бюстровской, дочери герцога Альбрехта Семь Мекленбургского. Воевода и стрелец войска Ивана Грозного. Но не будем торопиться, во время весенне-летнего перемирия произошли некоторые важные изменения в Европе. Папа Павел IV обратился с миротворческим посланием к Диане де Пуатьей, таким образом прекратил войну Франции против Габсбургов. Средства императора высвободились для помощи Ливонии, а множество наемников, с полей сражений остались без работы. Тот самый Кристоф Мекленбургский, ко-адьютор рижского епископа, вербовал их целыми отрядами, грузил на суда и отправлял в Ливонию. Откуда деньги на наемников? Имперский сейм решил выделить Ливонскому ордену 100 тысяч золотых. Герцог прусский дал большой заем, да и ливонские купцы и магистраты стали щедро отстегивать деньги на войну, водились дополнительные налоги. Не дремали и другие игроки. Дания пыталась переманить под власть Фредерика дворижского епископа, однако, он предпочел Сигизмунда. Зато епископ Изельский со своим Муанзутским архипелагом и землями на западе нынешней Эстонии согласился. Швеция начала подкармливать Ревель и строить планы по откусыванию своего куска от ливонского пирога. В этих новых условиях ландмайстер Кетлер почувствовал себя сильным и вероломно. За месяц до окончания перемирия, напал на войско воеводы Плещеева и, разгромив его, осадил Дербт. Но там его уже ждали и встретили огнем. Царь никак не ожидал такого поворота. В октябре 1559 года он отправился с семьей на Богомолье. Поехал, правда, не дальние северные обители, а в Можайск, но надолго застрял там из-за болезни любимой жены Анастасии и осенней распутицы. Последнее обстоятельство не позволило оперативно перебросить войска в Ливонию. Вернувшись же в Москву, узнал, орден стал вассалом Литвы, и Сигизмунд требует вывести войска из Ливонии. Литовским послам предъявили договор, по которому ливонцы обязаны были платить дань, и не рекомендовали вступаться за изменников. Великий князь литовский и король польский Сигизмунд 2 август. Портрет кисти Лукаса Кранаха-младшего, около 1553 года. Что же Кетлер? Дербт он не взял, зимой наемники воевать не желали, попытался взять городок Ланс с гарнизоном в четырехстах стрельцов. Стены разбили, два дня дрались, но были отбиты, а тут и русские полки подоспели, но об этом я писал выше, упоминая о храбрости ландмаршала фон Бёля. Кетлеру остается лишь жестокостью пытаться подтянуть дисциплину. Ладно еще, что повесил всех наемников из Феллина, сдавших крепость, так и командор Зибург, который стойко оборонял Мариенбург, был замучен медленными пытками, вместо обычной казни. 1561 год. Это новая фаза Ливонской войны, когда в активную борьбу вступили Польша, Швеция и Дания, а вот активные действия Московии были приостановлены. В этом же году Готхард фон Кетлер принял лютеранство. Некоторые историки добавляют слово «тайна», но был ли смысл в тайне, ведь еще в 1532 году. Согласно договора Рижского епископа с ливонскими сословиями, они получили право призвать в свои церкви евангелических лютеранских проповедников. А еще в 1524 году на гербах некоторых рыцарей появились буквы «Догбе», представляющие собой аббревиатуру фразы «Слово Божье останется вечно», личный девиз герцога Фридриха Трисаксонского, защитника Мартина Лютера. Реально орден уже разваливается. Часть рыцарства и ревель перешли под шведское покровительство. И ландмайстер Готхард Кетлер 5 апреля 1560 года в Риге собирает собрание гиббитегеров, высших сановников ордена. Он говорит о плачевном положении ордена и собрание приходит к выводу, что переломить исход войны можно только прибегнув к иноземной помощи. Причем обсуждался и вариант выведения земели с кризиса путем принятия ландмайстером титула светского государя и заключением брака. Ведь как в средние века заключение династических браков служило средством создания или укрепления союзов, орден не имел такой возможности из-за приносимого братья и духовно-рыцарской корпорации об это целебата. Собственно, так и свершилось. В ноябре 1561 года в столице Литвы последний ландмайстер Ливонского ордена Готхард Кетлер сдал знаки своей власти, орденский крест, большую печать, все важнейшие документы и грамоты привилегий литовскому канцлеру и вместе с остальными членами ордена снял свой орденский плащ с черным крестом. Ливонский орден прекратил свое существование. А 5 марта 1562 года в Риге Кетлер принес ленную присягу на верность польскому королю Сигизмунду Августу, которого представлял канцлер великий литовский и воевода Виленский Николай Радзивилл-Черный. Готхард Кетлер именем польского короля был объявлен герцогом Курлянским и Семигальским. На этом история немецкого ордена в Ливонии завершилась. Каадь Ютар Рижского и епископа принц Кристоф Мекленбургский, будучи категорическим противником передачи Ливонии Литве, увел обратно в Германию приведенное им оттуда наемное войско и отправился к императору требовать помощи в восстановлении ордена. Кроме того, бывшие орденские рыцари, оставшиеся после упразднения ордена бездомными, отказались, несмотря на призывы Кетлера, служить Сигизмунду Августу, составили конный корпус, выбрали между собою офицеров и предложили свои услуги шведскому королю. Король Эрик принял этот отряд в шведскую службу под именем ливонских гофлетов. Слово «хофлюте» означало конных ратников, кавалеристов. Главным начальником ливонских гофлетов стал рыцарь Каспар фон Альденбокум. Пока еще магистерский крест на груди Готхарда Кетлера. Трудно судить, насколько портрет близок оригиналу, ведь написан он в XIX веке. Образцом этого портрета послужила копия двойного портрета герцога и герцогини XVII века, которая, в свою очередь, была скопирована с портрета конца XVI века. Став вассалом польского короля Сигизмунда II августа, курлянский герцог обещал, что в случае прекращения рода Кетлера в герцогство присоединяется к Польше, поэтому надо было подумать о наследниках и союзниках. 11 марта 1566 года в прусском Кёнигсберге Сорока девятилетний курлянский герцог Готхард фон Кетлер женился на 33-летней Ане Мекленбург-Гюстровской, дочери герцога Альбрихта VII Мекленбургского и Анны Бранденбургской. Место церемонии было выбрано по настоянию матери невесты, происходившей из дома Гогенцолернов. Почему из многих невест была выбрана она? Родственники вроде не горели желанием выдать ее за Кетлера, три года он ее добивался, и в этом ему способствовали польский король и прусский герцог. Венчание венчанием, но 21 марта там же, в Кёнигсберге, Анна заключила с Готгардом брачный контракт на пять листах. По условиям контракта приданная невеста составляла 15 тысяч талеров. Она получила право получать в Курлянскме герцогстве налоги с именем Каленхоф, Вискале Бергфрид, Сверлаука, Зисау, Сесава, Грюнхоф, Золениёки и Гренцехоф, Межмуйже, а также Замков Метава и Нойбург, Яунпилс. Общий годовой доход герцогини от этих владений должен был составлять, по меньшей мере, 4 тысячи талеров. В имениях Ани принадлежала верховная и судебная власть, которая осуществлялась с помощью 19 управляющих, ее личных вассалов. Контракт также предусматривал размер наследства герцогини в случае, если она овдовеет. После брачной церемонии, которая длилась две недели, и заключение контракта молодожены отправились в сопровождении прусских и мекленбургских послов в Голдинген. Кулдига, где продолжилось празднование, Анна пережила Готхарда на 15 лет. Может, польский король рассчитывал, что герцог не оставят потомков, но Анна родила Готхарду семерых детей, пятерых сыновей и двух дочерей. Правда, трое сыновей и умерли, не достигнув совершеннолетия, но двое вступили в наследство. Я об этом писал ранее. Анна заботилась о семье, заведовала родовыми поместьями Кетлера и смогла пополнить родовую казну. Позже помогала сыну Фридриху. Можно сказать, с женой герцогу повезло. Копия того самого парного портрета герцогской четы из Рундальского музея. Тот самый брачный контракт на пяти листах. А вот положение Кетлера в новом герцогстве было нелегким. Дворяне, большинство бывшие члены Ливонского ордена, неохотно признавало его своим государем. Часть из них вообще отказалась принести ему присягу на верность и повиновение. Особенно резкое столкновение произошло у Кетлера с прежним Доблинским контуром Тисом фон Деррёке. Кетлер то планировал стать герцогом Ливонии, а того щедро обещал соратникам земли. Фон Деррёке были обещаны Доблин, Добеля, Говце, Умберг, Тервития и Аутце. Аутце. Но от всей Ливонии Кетлеру досталась не столь уж большая часть и фон Деррёке не получил обещанного. Возможно он такой был не один, и кто-то смирился, но не бывший контур Доблина. Ливонский нашел поддержку в Польше. Конфликт принял горячий характер. Фон Деррёке выбили из Доблина, но он засел в Нойбурге, от которого пришлось отказаться герцогине в обмен на Доблин. Война продолжалась 10 лет и умерти с фон Деррёке не признав власти герцога. При таком положении герцог был вынужден непрерывно бороться не только за укрепление своей власти, но и за сохранение престола для своего потомства. Кетлер старался реформировать в герцогство, заботился о повсеместном распространении реформационного учения. В зоне его внимания были и образование, и торговля. При нем стали развиваться города Курляндии. Дворяне, бывшие рыцари, тоже желали быть солидными землевладельцами. Пришлось герцогу подписать привилегию Готхарда. Согласно этой привилегии, вселенные земли, полученные во время государства ордена, превратились в олоды. Частная собственность. Дворяне стали неограниченными господами в своих вотчинах, и ни герцог, ни его чиновники отныне не могли вмешиваться во внутренние дела частного имения. Дворяне были освобождены от таможенных и акцизных сборов. За герцогом оставались лишь его собственные имения. Еще один парный портрет первых герцога и герцогини Курляндии. Автор его тоже неизвестен, но оригинал, вероятно, создан в 1584 году, то есть при жизни герцога в частной коллекции в Германии. После смерти первого герцога Курляндии, его секретарь Соломон Дюнинг издал подборку похвальных речей, сочинения о Кютлере, документов о Курляндии. В частности, посланий польских королей, датированных 1570-1587 годов, изображающих в выгодном свете Курляндию и ее первого правителя. Это было своего рода посмертной эпитафией Кетлеру, скончавшемуся в 1587 году. Еще больше славы нашему герцогу добавят лифлянские хроники Соломона Геннинга, изданные в 1590 году. В Ростоке, четырьмя годами позже переизданные в Лейпциге и неоднократно публиковавшиеся в последующие годы. Наш первый герцог получил свою долю славы, но не забыли ему и подлости по отношению к Вильгельму Фюрстенбергу, которого чтут истинным рыцарем. А Россия, позже, получила потомков аздзейских баронов, и многие из них, приумножили славу ее. Всякая всячина. Билл Гейтс. Люди не задумываются о том, что в ближайшие годы их работу отдадут программным роботам. По заявлению Билла Гейтса, рынок труда ждут большие перемены, которым не готовы ни люди, ни правительство. Во время своего недавнего выступления в экономическом реакторе The American Enterprise Institute, Гейтс заявил, что в течение ближайших 20 лет многие виды работы уйдут в прошлое, их заменит программная автоматизация. На техническом сленге «боты», но Гейтс использовал выражение «программные субституты». Вот его точные слова. Программные субституты для самой разной деятельности, будь то водители, официанты или сиделки. Эти технологии прогрессируют. Со временем технология будет снижать спрос в работе, особенно в нижней части профессионального спектра. Через 20 лет спрос на труд во многих областях деятельности будет существенно ниже, чем сегодня. И я не думаю, что люди удерживают этот нюанс в своей ментальной модели. И Гейтс не единственный, кто предсказывает нерадужный сценарий для рабочих. В январе икономист опубликовал крупный материал, в котором назвал больше дюжины профессий, которые практически гарантированно будут отданы роботам в ближайшие 20 лет, включая телемаркетинг, бухгалтерию и розничные продажи. Гейтс считает, что налоговое законодательство должно быть модифицировано, оно должно поощрять компании нанимать сотрудников. И, возможно, вообще отменить налоги на доходы и заработную плату. Билл Гейтс не является сторонником идей повышения минимальных зарплат, опасаясь, что это будет останавливать работодателей от найма работников в тех сферах, которым в наибольшей степени угрожает автоматизация. Индийский школьник сумел построить компьютер без жесткого диска. В то время как его одноклассники готовились к экзаменам, десятиклассник Африд Ислам из школы Гуахати, Индия, работал над созданием компьютерной системы, которая сможет заменить жесткий диск микрочипом. 16-летний Африд Ислам, ученик школы Литл Флауэр, Хатигаун. По сообщениям индийской прессы, он сумел заменить как механический, так и электронный жесткий диск компьютера микрочипом. Чип используется для хранения информации и не боится потери данных или системных сбоев. Ислам также разработал операционную систему Revo 9, которая устанавливается на чип и позволяет ему работать быстрее. Имеет встроенный фаервол и функционирует как полностью независимая ОС. На разработку уже подана заявка на патент. По имеющимся данным, Ислам объединился с немецкой компанией для производства компьютерных систем. Идея создания нового компьютера пришла к нему еще в восьмом классе, но тогда он столкнулся с некоторыми трудностями, во время работы на существующих вычислительных системах, таких как Microsoft Windows и Linux. Микросхема работает в четыре раза быстрее, чем традиционные жесткие диски. Кроме того, Африд утверждает, что никто не сможет создать вирус для его ОС. ОС Revo Book предлагает независимую платформу, где программные пакеты Microsoft, Apple и Linux могут работать одновременно. Другой индийский мальчик-самоучка, 15-летний Ангад Дарьяни, уже построил первый индийский 3D-принтер с помощью наборов для самостоятельной сборки и хочет принести трехмерную печать в каждый дом. Эта история началась два года назад, когда родители отказались покупать молодому человеку так нужный ему, но очень дорогой девайс. Как говорят в России, охота, пуща неволе, и юный умелец решил сделать его сам. В итоге, Дарьяни теперь не только владелец 3D-принтера, который, кстати, обошелся ему всего лишь за половину средней рыночной стоимости, но еще и организатор проекта по производству и реализации подобных устройств. Безусловно, Дарьяни, одаренный молодой человек, но дело в том, что он является маркером тенденции, аудитория поклонников 3D-печати быстро молодеет. Эти увлеченные современными технологиями подростки мало того, что хорошо разбираются в теме, им уже не составляет особого труда собрать трехмерный принтер своими руками. Это говорит о том, что 3D-печать приживается, и в будущем с помощью нынешних подростков, она будет только развиваться и глубже интегрироваться в нашу жизнь. Так уже произошло, совсем недавно, с компьютерами и мобильными телефонами, теперь на очереди 3D-печать. Коммерческий проект Ангада называется Shark Kids, и уже с марта нынешнего года он готов отгружать всем желающим супербюджетные 3D-принтеры под этой маркой. Ориентировочная стоимость устройства составляет всего лишь 20 000 рупий. Чуть больше 300 долларов США или 11 000 российских рублей. Уникальная российская разработка запущена в производство. Зао МЦСТ, разработчик универсальных высокопроизводительных российских микропроцессоров и вычислительных комплексов, объявляет о запуске в опытное производство компактных материнских плат Monocube M на базе первых отечественных двухъедерных микропроцессоров Эльбрус II, произведенных по технологии 90NM ООНИИМ и МИКРОН, крупнейшим в России СНГ производителем и экспортером микроэлектроники, входящим в отраслевой холдинг РТИ. Плата Monocube M. Собственная разработка Зао МЦСТ. Новинка выполнена в миниатюрном форм-факторе Mini-ITX и имеет большой набор интерфейсов. Psi Express 1,0 GB Ethernet, USB 2,0 VGA 2, SATA 2,0 AID. Compact Flash RS-232, KPO. Микропроцессор Эльбрус II является ключевым элементом платы. На основе платы Monocube M и поставляемой в комплекте операционной системы Эльбрус можно будет создать отечественный компактный компьютер, моноблок, мини-сервер, либо сетевое хранилище данных, а также доверенные системы с высоким уровнем защищенности от информационных атак. Эльбрус II – это двухъядерное решение с кэш-памятью 2 МБ, использующее второго канала оперативной памяти ЭД2-533. Отличительной особенностью микропроцессора Эльбрус II является его высокая производительность в задачах цифровой обработки сигналов и математических расчетах. Архитектура процессора предоставляет разработчикам по новые возможности с точки зрения информационной безопасности. Технология производства интегральных схем по топологии 90-м была освоена на Микроне в 2012 году в партнерстве с государственной корпорацией Роснано. Это единственная фабрика в России с такими возможностями. В НАСА разработали марсианский вертолет-разведчик. Прототип дрона-вертолета для исследования Марса. Лаборатория реактивного движения. Джплэлэ, которая осуществляет исследования в интересах Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, разработала и испытала прототип разведывательного дрона для использования на Марсе. Об этом сообщает НАСА. Одна из основных сложностей для исследовательских аппаратов, передвигающихся по марсианской поверхности, заключается в ограниченности обзора установленных на них видеокамер. Возвышающиеся элементы рельефа могут заслонять с собой ряд участков местности, куда марсоходу предстоит направиться, что создает существенное неудобство. При подобных ограничениях аппарат будет следовать по неоптимальному маршруту. Наличие устройства визуальной разведки на борту обращающегося вокруг Марса космического корабля для оптимального передвижения ровера также недостаточно. Поэтому было бы полезно оснастить миссию еще и низколетящими разведчиками в непосредственной близости от основного аппарата. Согласно оценке специалистов, применение в дополнение к марсоходам дрону, осуществляющих обзор местности сверху, позволит втрое увеличить расстояние, которое потенциально за марсианский день смогут пройти роверы. По такой схеме исследование дрон вертолетного типа будет почти каждый день летать впереди марсохода, проверяя различные точки местности, которые, возможно, заинтересуют исследователей, и помогая инженерам на Земле рассчитать наилучший маршрут движения ровера. Кроме того, с помощью мини-вертолета можно будет предварительно намечать точки приложения усилий, например, забора образцов, не только для работающего с ним в связке марсохода, но и для новых исследовательских миссий, оснащенных роверами следующего поколения. Аэродинамический механизм, работающий от солнечной батареи, способен поднимать вес порядка 1 кг. Расстояние между кончиками лопастей составляет 1,1 метра. Исследовательская аппаратура и элементы системы управления размещаются в контейнере кубической формы. Пи-эс. Не так это просто. Разреженная атмосфера Марса, пыльные бури и тому подобное. На Марсе нашли пропавший 12 лет назад космический аппарат. Бигль-2. На Марсе нашли пропавший 25 декабря 2003 года космический аппарат Бигль-2. Ранее считалось, что модуль, призванный искать признаки жизни на планете, разбился при посадке. При сбоя в работе воздушных подушек и парашютов. Однако специалисты НАСА нашли Бигль-2 с помощью камеры Hi-Rise. Аппарат сел на Марс в целости и сохранности, только сбой в работе солнечных панелей, не выпустивших радиоантенны, привел к тому, что на Земле потеряли с ним связь. Об открытии сообщили на пресс-конференции Европейского космического агентства, репортаж с которой ведет издание The Telegraph. Бигль-2, разработанный британскими учеными под руководством Колина Пилленджера, был подцеплен к кораблю Европейской космической миссии Марс-Экспресс. Это был первый в истории страны модуль для спуска на другие планеты. Аппарат должен был проработать на поверхности Марса 180 дней, изучая геологию, минералогию, климат, а также разыскивая следы жизни. Однако во время посадки связь с Биглем-2 прервалась. Еще в 2003 году критики проекта предупреждали о недостаточной проработанности аппарата, прежде всего его посадочной системы, состоящей из одного лишь парашюта и нескольких воздушных подушек. Во время испытаний подушки разорвались, и конструкцию парашюта пришлось переделывать буквально за месяц перед полетом. Сотрудники Европейского космического агентства, ЕКА, были даже готовы отказаться от аппарата. Снимки с High-Rise показали, что аппарат успешно сел на Марс, на равнине Изиды, всего в шести километрах от изначально запланированной площадки. Его посадочная система сработала на отлично. А к потере связи привел сбой в моторе, открывающем солнечные панели. Тени открылись, и радиоантенна не смогла начать работать. Бигль-2 назвали в честь корабля Бигль, на котором совершал свои экспедиции Чарльз Дарвин. Этот аппарат – детище астрофизика Колина Пилленджера, который надеялся совершить с его помощью революционные открытия о древней жизни на Марсе. Финансирование проект получил в основном из частных источников, благодаря организованным Пилленджером рекламным кампаниям. Ученый привлек к созданию дизайна аппарата богатейшего художника в мире Демиана Херста. Демиан Херст, а музыкальную тему, которую Бигль-2 должен был проиграть при посадке, написала группа Blur. Ученые отмечают грустную иронию судьбы в том, что Пилленджер не дожил всего восемь месяцев до окончательного прояснения успешной посадки аппарата. Рабочий модуль китайского аппарата вышел на окололунную орбиту. Рабочий модуль китайского беспилотного лунного орбитального аппарата вышел во вторник 13 января на окололунную орбиту со временем обращения 127 минут. Перед этим, как сообщает агентство Синьхуа, он совершил три корректировки орбиты, пишет ТАСС. В воскресенье, понедельник и вторник рабочий модуль трижды совершал маневры по торможению, заявил здесь заместитель начальника Центра лунных и космических проектов управления науки, техники и промышленности при Министерстве обороны КНР Чжао Ваньбо. После стабилизации обращения модуль будет двигаться по нынешней орбите на высоте 200 км от поверхности Луны для тестирования ключевых технологий следующей лунной миссии, которую совершит аппарат Чанэ-5, сказал Чжао Ваньбо. Лунный орбитальный аппарат был запущен 24 октября. Его рабочий модуль отделился от возвращаемой капсулы 1 ноября. Полет космического аппарата проводится в рамках подготовки к третьему этапу программы КНР по изучению Луны. Основной задачей аппаратов Чанэ-5 и Чанэ-6 будет доставка на землю образцов пород. Китайская программа по изучению Луны разделена на три этапа. В ходе первого были запущены зонды Чанэ-1, 2007 год, и Чанэ-2. 2010 год, что позволило составить трехмерную карту поверхности Луны с высоким разрешением и определить районы предполагаемой посадки следующих аппаратов. На втором этапе в 2013 году был запущен Чанэ-3, который доставил на поверхность спутника с земли самоходный аппарат Юй-2. В США прошли испытания двигателя для марсианской ракеты-носителя. В США прошли испытания двигателя для марсианской ракеты-носителя. НАСА провело испытание двигателя для потенциально мощнейшей в мире сверхтяжелой ракеты-носителя, с помощью которой астронавты собираются отправиться на Марс. Об этом сообщает Лента. Ру со ссылкой на издание The Daily Mail. Три жидкостных ракетных двигателя на кислороде и водороде RS-25 ранее использовались в Space Shuttle. Их созданием занимается американская компания Arrow Jet Rocketine. В ходе испытаний инженеры тестировали работу двигателя и его основных систем, в частности, управление двигателем и данных о давлении в нем. Испытания проводились на стенде E-1 в космическом центре имени Джона Стенниса. В их ходе двигатели были включены примерно на 500 секунд. Это было первым горячим включением двигателей RS-25 со времени их испытания в программе Space Shuttle в 2009 году. Сами корабли летали до 2011 года. Следующее тестирование двигателей запланировано на апрель 2015 года. Всего до испытаний самой ракеты с данным двигателем ожидается проведение 8 тестов длительностью до 3,5 тысячи секунд. Другой агрегат NASA собирается испытывать 10 раз в течение общего времени 4,5 тысячи секунд. Четыре таких агрегата NASA, а также основной разработчик и изготовитель ракеты, компания Boeing, собираются установить на первую ступень сверхтяжелой ракеты-носителя СОС. Space Launch System. СОС будет иметь длину более 100 метров и массу около 3 тысяч тонн. Ожидается, что он будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 130 тонн полезного груза. Его первые испытания запланированы на 2017 год. Видео, HTTP. Спасифлихтнау.com.2015-01-13. NASA Kicks of Sels Engine Testing in Mississippi. Корабль Dragon пристыковался к МКС. Грузовой корабль Dragon частной компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции 12 января. Он причалил с помощью 17-метровой руки манипулятора Канадарм, установленной на борту МКС, которым управлял командир экипажа МКС Барри Уилмор. Процесс причаливания длился три часа, в результате Dragon пристыкован к модулю Harmony, американскому сегменту станции. Затем космонавты и наземный экипаж Dragon выровняли давление в отсеках и могли приступить к разговорсю. Корабль доставил на МКС около 2,6 тонны груза, включая научное оборудование, продовольствие и подарки к Рождеству. Астронавт Рэнди Брезник из Хьюстона извинился за Санта-Клауса и его дракона, запряженного в космические сани за опоздание даже к православному Рождеству. Dragon должен был прибыть в середине декабря, но SpaceX отложила запуск. На МКС, в частности на борту Dragon, прибыла система Cloud Aerosol Transport System. CAT, позволяющая вести мониторинг и измерение мельчайших частиц в земной атмосфере. Материалы для изучения болезней головного мозга, лечения ран и изучения передачи инфекционных заболеваний в условиях космоса. Dragon будет оставаться у МКС около месяца, после чего вернется с грузом на Землю. Dragon стартовал с мыса Канаверал, штат Флорида, 10 января на борту ракеты-носителя Falcon 9. Во время запуска была впервые предпринята попытка поймать отработанную ступень ракеты на специальную морскую платформу. Операция оказалась успешной отчасти. Ступень попала на платформу, однако получила повреждения сама и повредила оборудование, размещенное на платформе. Согласно контракту с NASA, сумма которого составляет 1,6 миллиарда долларов, компания SpaceX должна выполнить 12 рейсов корабля Dragon к Международной космической станции. Dragon является единственным непилотируемым кораблем, который может не только доставлять грузы на МКС, но и возвращать их со станции на Землю. В августе 2012 года SpaceX и NASA подписали контракт на 440 миллионов долларов для разработки пилотируемого варианта этого корабля. Уже к 2017 году, как ожидается, астронавты будут отправляться на борт МКС исключительно села территории США без помощи российской стороны. Астронавт Терри Вирт сфотографировал Dragon с МКС. Встреча состоялась над Средиземным морем, но, пока он готовил фотокамеру, под ними оказался прямо-таки марсианский вид. Первый кандидат на постройку лунной базы заявил о себе. 550 миллиардов рублей и 10 лет потребуется сколковской компании Лин Индастриал для того, чтобы разместить на поверхности Луны полноценную базу. Для сравнения, по подсчетам Роскосмоса Иран на реализацию лунной программы в период с 2014 до 2025 года необходимо выделить порядка 2 триллионов рублей. При этом ежегодные расходы в этот период варьируются от 16 до 320 миллиардов рублей. Стоимость создания лунной базы первого этапа на двух членов экипажей второго этапа на четырех человек, по предварительной оценке, составит 550 миллиардов рублей, рассказал журналистом генеральный конструктор компании Лин Индастриал Александр Ильин. Проект, уточнил он, предполагает использование только существующей ракетно-космической техники и средств, создание которых возможно в ближайшие пять лет. По словам Ильина, в качестве ракеты-носителя предлагается использовать модернизированную тяжелую ангару А-5, а также корабль на основе корпусов спускаемого аппарата и бытового отсека, использующихся сейчас для доставки космонавтов на МКС кораблями «Союз». Посадочный лунный модуль предлагается изготовить на основе разгонного блока «Фрегат». Для запуска к Луне и строительства на ее поверхности базы Лин Индастриал предлагает осуществить 13 пусков тяжелых ракет-носителей. Всего для поддержания жизнедеятельности базы необходимо 37 пусков ракет в течение пяти лет, рассчитали в компании. В качестве места для развертывания первого лунного поселения компания предлагает гору Малоперт, расположенную в районе южного полюса Луны. Это достаточно ровное плато с прямой видимостью Земли, что обеспечивает хорошие условия для связи и является удобным местом для посадки. На горе в течение 89% времени присутствует солнечное освещение, а продолжительность ночи, которая случается всего несколько раз в год, не превышает 3-6 суток, цитирует РИА Новости Александра Ильина. Кроме того, неподалеку о предлагаемом месте посадки находятся затененные кратеры, в которых возможно обнаружение льда, добавил генконструктор Лин Индастриал. Возможный срок реализации проекта – 10 лет от начала принятия решения, из них 5 лет, непосредственно развертывание базы и работы экипажей, сообщил он. Директор Института космических исследований Ран Лев Зеленый, комментируя инициативу частной компании, сказал, что данный проект символизирует возвращение интереса к изучению и освоению Луны. Известный советский конструктор ракетно-космических стартовых комплексов Владимир Бармин в свое время придумал лунный город, но большего, чем в этом проекте, масштаба – Барменград. Постепенно Луной перестали интересоваться, обо всех проектах лунных поселений забыли, а сейчас снова начинают интересоваться. Но говорить о строительстве целого поселения пока рано, сказал он. По словам ученого, сначала нужно выбрать место посадки, создать технологии, обеспечивающие доставку и жизнедеятельность человека на Луне, определиться с задачами, которыми будут заниматься космонавты, а также решить вопрос радиационной защиты. В той концепции лунной программы, которая разработана РАН и РАС Космосом, эти вещи предусмотрены, сказал Зеленый. А то, что предлагают ребята из Сколково, будем считать артековской фантазией. Хорошо, что они мечтают. В их команде есть талантливые люди. Какие-то их разработки в будущем могут пригодиться, подчеркнул он. Стоит напомнить, что долгосрочная программа освоения дальнего космоса, представленная РАС Космосом на утверждение в правительство, предполагает затраты в размере 12,5 триллионов рублей на различные проекты в области освоения дальнего космоса на период до 2050 года. Среди прочего, в документе рассчитаны расходы на лунную программу. На первом этапе программы планируется изучение Луны автоматическими аппаратами. Предполагается посадка в окрестностях ее южного полюса автоматических межпланетных станций Луна-25 и Луна-27, изучение реголита и физических условий в полярном районе с помощью станции Луна-26, а также доставка на землю лунного грунта на станции Луна-28. В результате ученые намереваются выяснить состав и физико-химические свойства лунного полярного реголита, а также выбрать наиболее перспективный район в области южного полюса Луны для будущего развертывания лунного полигона и лунной базы. Второй этап программы включает проведение пилотируемых полетов в окололунном космическом пространстве. Пилотируемые экспедиции на поверхности естественного спутника Земли и развертывание первых элементов лунной космической инфраструктуры, в том числе создание российского лунного полигона, программы освоения дальнего космоса планируются на сроки после 2030 года. Кладоискатель нашел 22 тысячи римских монет. Клад из 22 тысяч римских монет был откопан на земле возле Ситона в Восточном Дивоне. Клад из Ситондауна, состоящий из римских монет из медного сплава, это одно из крупнейших и лучше всего сохранившихся собраний четырех. Найденных когда-либо в Британии. Находка была объявлена кладом в ходе дознания коронера Дивона 12 сентября 2014 года. Это означает, что музеи смогут его купить после того, как его оценит комитет по оценке кладов, группа независимых экспертов, консульти, рующая министра. Королевский мемориальный музей принца Альберта в Икситере, где уже хранится большая коллекция местных романов британских предметов, начал сбор средств. В ноябре 2013 год. Открытие совершил Лоуренс Эгертом, строитель из Восточного Дивона, увлекающийся поиском кладов с помощью металлоискателя. Он работал в соответствии с лицензией на частной земле рядом с ранее раскопанным участком римской виллы в Ханедичсе в Восточном Дивоне. 51-летний мистер Эгертон немедленно сообщил о находке, в соответствии с актом о кладах, принятом в 1996 году. Владельцу земли Клинтон Дивон Эстейтс, археологу графства Дивон при Совете графства и сотрудникам программы передвижных древностей, ПАС, Британского музея, которые информировали Коронера. Затем археологи аккуратно извлекли весь клад целиком, и в течение последних 10 месяцев эксперты Британского музея провели легкую очистку монет и начали их идентификацию и каталогизацию, открывая важную страницу истории Британии. Коробка с римскими монетами, раскопанными в Ситоне. Лоуренс Эгертон с металлоискателем. По словам Билла Хорнера, археолога графства, римские монеты из медного сплава датируются 260-348 годов нашей эры. На них изображен император Константин, его семья, соправители и непосредственные предшественники и преемники. Мистер Хорнер сказал. Наши археологи и команда из Британского музея сообщили, что большинство монет так хорошо сохранилось, что их можно точно датировать. Это очень необычно для Дивона, так как в этом графстве преобладает слегка кислая почва, вызывающая коррозию металла. Но в этой области почва меловая, вот почему монеты так хорошо сохранились. Они были зарыты все вместе, в отдельной яме, и ромбовидная форма клада предполагает, что монеты находились в тканевой или кожаной сумке, которая не сохранилась. Эксперты полагают, что это могли быть сбережения частного лица, солдатское жалование или коммерческий платеж. Несмотря на большое число найденных монет, их финансовая ценность была невелика и составляла четыре золотых монеты. Солида, что соответствовало годичному рациону двух солдат или жалованию рабочего за два года. Мистер Хорнер объяснил. Тогда не было банков на Хай-стрит, поэтому хорошая, глубокая яма в земле была очень надежным местом, чтобы спрятать свои сбережения в тяжелые времена или перед долгим путешествием. Но тот, кто зарыл этот клад, так и не вернулся, чтобы забрать его. Лоуренс Эггертон, проживающий в Калатон-Роле в Восточном Дивоне, сказал. Сначала я нашел две маленькие монеты размером с ноготь большого пальца, на поверхности земли. Я решил раскопать землю в этом месте и тут же обнаружил какие-то железные бруски, лежавшие прямо на монетах. Следующая лопата была полна монет, они просто рассыпались по полю. Я понятия не имел, как далеко в глубину уходят монеты, поэтому я сразу остановился и позвонил жене, чтобы она пришла на это место с камерой. В соответствии с условиями моей лицензии, я связался с Клинтон Дивон Эстейц, Даниэль Вутон, археолог и специалист по координации находок программы передвижных древностей, и Биллом Хорнером, археолог графства, и получил указание забрать то, что валяется, а потом засыпать яму. После того, как я нашел клад и до тех пор, пока археологи не раскопали это место, я три ночи спал в машине рядом с ним, чтобы охранять его. Пока у меня это самая большая находка. Ничего лучше и правда не было. Очень важно правильно описать все эти находки, потому что так просто потерять важные сведения о нашей истории, добавил мистер Эггертон. Клэр Джеймс, инспектор по недвижимости из Клинтон Дивон Эстейц, сказала. Только три человека имеют лицензии на использование металлоискателя на земле Клинтон Дивон Эстейц, чтобы можно было убедиться, что обо всем найденным должным образом сообщают и все это вывозится. Весь процесс извлечения клада из Ситон Дауна можно включать в учебники, и просто поразительно, что за последние десять месяцев эксперты сложили на его основе целую историю. Даниэль Вутон, археолог из Оксетерского университета, похвалила действия Эггертона. Она сказала, когда Лоуренс осознал значение своей находки, он действовал ответственно. Сообщил о ней землевладельцу и сотрудникам программы передвижных древностей. Благодаря этому остальные монеты были должным образом раскопаны группой археологов за счет средств, выделенных Советом графства Дивон. Таким образом, клад монет смогли подробно исследовать хранители и эксперты по римским монетам в Британском музее. Сотрудники программы передвижных древностей, ПАС, объявили, что одна из монет клада из Ситон Дауна, датирующаяся около 332 граммов, нашей эры, стала миллионной находкой, зарегистрированной со времени основания ПАС в 1997 году. Согласно акту о кладах, принятому в 1996 году, после того, как коронер объявляет находку кладам, аккредитованному музею должно быть предложено ее приобрести. Человек, нашедший клад, и владелец земли обычно имеют право на награду, равную рыночной стоимости клада, которую определяет Комитет по оценке кладов. Как сообщается, руководство Королевского мемориального музея принца Альберта в Экситере, Рэм, заявила, что очень хотела бы сохранить этот клад в Дивоне, чтобы впервые за 1500 лет его могла увидеть публика. Руководство музея надеется, что сможет найти необходимые средства, и организует компанию по их сбору. Рози Дёнхэм, городской советник Экситера, отвечающий за культуру, СМИ и спорт, сказала, «Этот необычайный клад многое добавляет к нашим знаниям о жизни в римском Дивоне». Он стал бы замечательным пополнением коллекции местных романа британских предметов в музее принца Альберта, которая включает клады из соседнего Ханидичса. Если он будет присоединен к хранящимся в музее коллекциям мирового класса, то жители Дивона смогут увидеть одну из самых важных археологических находок в Британии за многие годы. Archaeology News Network. 2014 год. Перевод Сандл. Любимого А. Загадочный артефакт нашли в угольном разрезе Кузбасса. В угольном разрезе в Кузбассе горняки обнаружили необычный предмет. О сюрпризе из прошлого сообщил на своей странице в социальных сетях угольщик Артур Пресняков. Внешне каменный диск предков, как уже прозвали находку, напоминает сильно уменьшенную копию летающей тарелки. Артефакт круглой формы, что касается материала, то это, скорее всего, аргелит. В диаметре каменная глыба, 1,2 метра. Ее вес составляет около 200 килограммов. Как уверяет Пресняков, странный предмет нашли в Караканском угольном разрезе на глубине 40 метров. Это вдвое глубже, чем обнаруженная здесь ранее бивня мамонта. То есть, судя по всему, вещица явно древние вымерших животных. Найденный диск, по словам горнорабочего, был не единственным. Аналогичный объект пострадал от удара ковшом экскаватора. Восстановить его не представляется возможным. Таинственной находкой уже заинтересовались уфологии. Но пока никаких комментариев от научного сообщества по поводу происхождения и назначения артефакта не поступало. П.С. Интересное совпадение, но в самом первом номере журнала, всякая всячина, то есть, три года тому назад, я разместил заметку. Китайские шахтеры случайно откопали. НЛО. Китайские диски были размером побольше, около трех метров, но достали их при расчистке площади под угольную шахту, ситуация аналогичная к узбасской находке. Уфологам здесь, конечно же, делать нечего, да и пытаться приписывать их культовой деятельности далеких предков тоже не стоит. Они естественного происхождения, такими их создала природа. Жаль, автор публикации Артур Пресняков не сфотографировал другой, разбитый диск. Интересно было бы посмотреть на его структуру в поперечном сечении. То, что они имеют слоистую структуру, видно на снимках китайской находки. Материал кузбасских дисков скорее всего аргелит, разновидностью камнеподобной сланцеватой глины. Поскольку объяснений геологов по этому поводу я не нашел, позволю себе высказать собственную гипотезу происхождения этих моделей НЛО. А начну с похожего феномена, имя которому волоны Майороки. Они лежат на одном из пляжей Новой Зеландии, некоторые почти правильные шары, некоторые не очень. Есть гладкие, есть трещиноватые. Есть разрушившиеся, где можно увидеть внутренние строения. Иногда можно увидеть, как природные археологи, волны и ветер, откапывают их. И может кому-то это покажется странным, добавлю здесь фото ледяных шаров с озера Мичиган. Кстати, в этом году поле подобных ледяных шаров обнаружилось и у нас в Латвии возле Булдуре. Нижний снимок. Ледяными шарами уфологи не интересуются. Увидеть, как они образуются, можно невооруженным глазом. Волны. Ветер и покатый пляж, при температуре чуть ниже точки замерзания, куски льда обтачиваются волнами наподобие прибрежной гальки. А если волны будут гонять комья достаточно пластичной глины? Может получиться глиняный шар? Почему, нет? Затем, в результате обрушения крутого берега, или других катастрофических явлений, глиняные шары оказываются погребенными под слоем почвы. Растворы различных солей проникают в пары нашего шарика. Пошел процесс кристаллизации и перекристаллизации, времени достаточно, некое количество миллионов лет. Если же нашим шарикам очень не повезло, и на них обрушился, но очень мощный пласт породы, или они скатились в пропасть и крепко шмякнулись, что с ними будет? Нет. Внутренний каст шара более плотная и сухая, оболочка, напротив, более влажная и пластичная, поэтому именно она подвергнется максимальной деформации, как я попытался изобразить на схеме ниже. Вот вам один из вариантов производства аргелитовых дисков, возможны варианты. Другие принципы Почему финская школа считается лучшей в мире? Согласно международным исследованиям, которые раз в три года проводит авторитетная организация PISA, финские школьники показали самый высокий в мире уровень знаний. Они также стали самыми читающими детьми планеты, заняли второе место по естественным наукам и пятые по математике. Но даже не это так восхищает мировое педагогическое сообщество. Невероятно, что при таких высоких результатах финские школьники проводят наименьшее количество времени за учебой, а финское государство затрачивает на свое качественное и бесплатное образование весьма умеренные средства в сравнении со многими другими странами. Среднее общеобразовательное обязательное обучение в Финляндии включает школу двух ступеней. Нижнее – с первого по шестой класс. Верхнее – с седьмого по девятый класс. В дополнительном десятом классе учащиеся могут улучшить свои оценки. Затем дети отправляются в профессиональный колледж либо продолжают учебу в лице. Это одиннадцать, двенадцатые классы в нашем привычном понимании. Финская школа исповедует постепенную нагрузку, доведенную до максимума только для добровольцев, выбравших лицей, тех, кто очень хочет и способен учиться. Семь принципов средней ступени финского образования. Один. Равенство. Школ. Нет ни элитных, ни слабеньких. В самой крупной школе страны учится девятьсот шестьдесят учеников. В самой маленькой – одиннадцать. Все имеют абсолютно одинаковое оборудование, возможности и пропорциональное финансирование. Сравните это с нашими реалиями, где крупные школы имеют очевидные преимущества из «за принципы деньги следуют за учеником». РЭД. Следуя принципу равенства, в Финляндии существует параллельная система образования от детских садов до университетов на шведском языке. До недавнего времени финнам было запрещено выбирать школу, следовало отдавать детей в ближайшую. Запрет сняли, но большинство родителей так и отдают детей поближе, ведь все школы одинаково хороши. Всех предметов. Углубленное изучение одних предметов в ущерб другим не приветствуется. Здесь не считается, что математика важнее, к примеру, искусство. Наоборот, единственным исключением для создания классов с одаренными детьми могут быть склонности к рисованию, музыке и спорту. Родителей. Кто по профессии родители ребенка, учитель узнает в последнюю очередь, в случае необходимости. Вопросы учителей, анкеты, касающиеся места работы родителей, запрещены. Учеников. Финны не сортируют учеников на классы, учебные заведения по способностям или карьерным предпочтениям. Также нет плохих и хороших учеников. Сравнение учеников друг с другом запрещено. В общем коллективе обучаются и дети на инвалидных креслах. При обычной школе может быть создан класс для учащихся с заболеваниями органов зрения или слуха. Финны стараются максимально интегрировать в общество тех, кому требуется особое отношение. Разница между слабыми и сильными учащимися, самая маленькая в мире. Меня возмущала финская система образования, когда в школе училась моя дочь, которую по здешним меркам можно отнести к одаренным. Но когда в школу пошел сын, у которого обилие проблем, мне сразу все очень понравилось, делилась впечатлениями русская мама. Учителей Нет любимых или ненавистных грымс? Учителя тоже не прикипают душой к своему классу, не выделяют любимчиков, и наоборот. Любые отклонения от гармонии ведут к расторжению контракта с таким учителем. Финские учителя должны лишь выполнять свою работу наставника. Все они одинаково важны в трудовом коллективе, и физике, и лирике, и учителя труда. Равенство прав взрослого Учителя, родителя, и ребенка Финны называют этот принцип уважительное отношение к ученику. Детям с первого класса объясняют их право, в том числе и право жаловаться на взрослых социальному работнику. Это стимулирует финских родителей к пониманию, что их ребенок – самостоятельная личность, обижать которую запрещено как словом, так и ремнем. Унижать учеников у педагогов не получается в силу особенностей профессии учителя, принятых в финском трудовом законодательстве. Главная особенность состоит в том, что все учителя заключают контракт только на один учебный год с возможным. Или нет – продлением, а также получают высокую зарплату. От 2500 евро – помощник, до 5000 – учитель-предметник. 2. Бесплатность. Кроме самого обучения, бесплатны. Обеды. Экскурсии, музеи и вся вне классная деятельность. Школьное такси. Микроавтобус, которая забирает и возвращает ребенка, если ближайшая школа находится дальше двух км. 2. Учебники. Все канцелярские принадлежности, калькуляторы, и даже ноутбуки, планшетники. Любые сборы родительских средств на любые цели запрещены. 3. Индивидуальность. Для каждого ребенка составляется индивидуальный план обучения и развития. 4. Индивидуализация касается содержания используемых учебников, упражнений, количество классных и домашних заданий и отводимого на них времени, а также преподаваемого материала. 5. Кому корешки, более подробное изложение. А от кого требуются вершки, кратко о главном. На уроке в одном и том же классе дети выполняют упражнения разного уровня сложности. И оцениваться они будут согласно персональному уровню. Если отлично выполнил свое упражнение начальной сложности, получи отлично. Завтра дадут уровень выше, не справишься, ничего страшного, снова получишь простое задание. В финских школах наряду с обычным обучением есть поддерживающее обучение слабых учеников, то, чем у нас занимаются частные репетиторы. В Финляндии репетиторство популярности не имеет, школьные учителя добровольно справляются с дополнительной помощью во время урока или после него. 4. Практичность. Финны говорят. Либо мы готовим к жизни, либо к экзаменам. Мы выбираем первое. Поэтому экзаменов в финских школах нет. Контрольные и промежуточные тесты, на усмотрение учителя. Существует только один обязательный стандартный тест по окончании средней общеобразовательной школы, причем учителя не пекутся о его результатах, ни перед кем за него не отчитываются и детей специально не готовят. Что есть, то и хорошо. В школе преподают только то, что может понадобиться в жизни. Логарифмы или устройства доменной печи не пригодятся, их и не изучают. Зато здешние детишки с детства знают, что такое портфолио-контракт, банковская карта. Умеют высчитать процент налога на полученное наследство или заработанный в будущем доход, создать сайт, визитку в интернете, просчитать цену товара после нескольких скидок или изобразить розу ветров на данной местности. 5. Доверие. Во-первых, к школьным работникам и учителям. Нет проверок, методистов, обучающих как обучать и прочь. Программа образования в стране, единая, но представляет собой только общие рекомендации, и каждый педагог использует тот метод обучения, который считает подходящим. Во-вторых, доверие к детям. На уроках можно заниматься чем-то своим. Например, если на уроке литературы включен учебный фильм, но ученику неинтересно, он может читать книгу. Считается, что ученик сам выбирает, что для него полезнее. 6. Добровольность. Учится тот, кто хочет учиться. Педагоги постараются привлечь внимание ученика, но если у него начисто отсутствует интерес или способности к учебе, ребенка сориентируют на практически полезную в будущем, несложную профессию и не будут бомбить двойками. Не всем строят самолеты, кто, кто должен хорошо водить автобусы. В этом финны тоже видят задачу средней школы, выявить, стоит ли данному подростку продолжать обучение в лицее, или достаточно минимального уровня знаний, кому полезнее пойти в профессиональное училище. Надо отметить, что и тот, и другой путь в стране одинаково ценится. В общем, процесс обучения в финской школе мягкий, деликатный, но это не значит, что можно забить на школу. Все пропущенные уроки будут отсижены в прямом смысле. Например, для ученика шестого класса учитель может найти окошко в расписании и посадить его на урок во втором классе. Сиди с кучей и думай о жизни. Будешь мешать младшим, час не засчитают. Не работаешь на уроке, никто не будет вызывать родителей. Если родители также не озабочены учебой своего ребенка, он просто не перейдет в следующий класс. Оставаться на второй год в Финляндии не позорно. Особенно после девятого класса. К взрослой жизни нужно готовиться серьезно, поэтому в финских школах есть дополнительный. Не обязательный. Десятый класс. 7. Самостоятельность. Финны полагают, что школа должна научить ребенка главному, самостоятельной будущей успешной жизни. Поэтому здесь учат размышлять и самим получать знания. Новых тем учитель не рассказывает. Все есть в книгах. Важны не заученные формулы, а умение пользоваться справочником, текстом, интернетом, калькулятором, привлекать нужные ресурсы к решению текущих проблем. Учебный год в Финляндии начинается в августе, с 8 по 16 единого дня не существует, а заканчивается в конце мая. В осеннем полугодии имеется 3-4 дня осенних каникул и две недели рождественских. Весеннее полугодие включает понеделье февральских, лыжных каникул. Финские семьи, как привила, отправляются вместе кататься на лыжах и пасхальных. Обучение – пятидневка, только в дневную смену. Пятница – короткий день. В стране принята десятибальная система, но до седьмого класса применяется словесная оценка. Посредственно удовлетворительно, хорошо, отлично. С первого по третий класс отметки в любых вариантах отсутствуют. Оценки в финской школе не имеют зловещей окраски и требуются только для самого ученика. Применяются для мотивации ребенка в достижении поставленной цели и самопроверки, чтобы мог улучшить знания, если пожелает. Они никак не отражаются на репутации учителя, школы и районные показатели не портят. Мелочи школьной жизни. Территория школ не огорожена, охрана при входе отсутствует. Большинство школ имеет систему автоматического замка на входной двери, попасть в здание можно только согласно расписанию. Форма отсутствует, так же как и какие-то требования по поводу одежды, можно прийти хоть в пижаме. Сменная обувь требуется, но большинство детей младшего и среднего звена предпочитают бегать в носках. Домашнее задание задают редко. Дети должны отдыхать. И родители не должны заниматься с детьми уроками, педагоги рекомендуют вместо этого семейный поход в музей, лес или бассейн. Обучение у доски не применяется, детей не вызывают пересказывать материал. Учитель коротко задает общий тон уроку. Затем ходит между учениками, помогая им и контролируя выполняемые задания. Этим же занимается и помощник учителя. Есть такая должность в финской школе. Вести сегодня 26 января 2015 года. Пи-эс. Статья эта, к сожалению, уже не совсем соответствует действительности. Свои коррективы внес кризис. Экономическая ситуация в Финляндии отражается на школах. Многие муниципалитеты были вынуждены сократить расходы. Одно из следствий увольнения тех самых, высокооплачиваемых, учителей. На снимках ниже, в городе Хамина. Хаминаса, 78 детей проходили урок одновременно в спортзале, разгороженном матами. С одной стороны, два пятых класса изучали историю, с другой, второй и четвертой классы – родной язык. Два преподавателя на 78 детей. Количество увольнений учителей никогда не было так велико, со времен депрессии 1990 года. Еще 25 муниципалитетов будут увольнять учителей. Это затронет около 4000 преподавателей. Профсоюз учителей начал сбор подписей против увольнений, однако эта акция и не увенчалась успехом. С сайта HTTP НИТ ФАЙ 8 триллион 305 миллиардов 875 миллионов 835 тысяч 975 Ну и до сегодняшнего кризиса, еще в 2013 году, появилось много публикаций о проблемах финской школы, поэтому не могу не предложить вам одну из них. Правда, забегая вперед, школы, где есть дисциплина, это сегодня не из области фантастики. Константин Рангс Как финны взбунтовались против вседозволенности в школах За двое суток более 150 тысяч финнов подписались под открытым обращением вернуть в школы дисциплину. Для северной страны с населением 5,5 миллиона это большая скорость. В той же петиции родители требуют вернуть на работу учителя, уволенного за то, что выгнал из класса разгулявшегося ученика, применив силу. Как это может происходить в демократичной и толерантной Финляндии, чьи школьники демонстрируют чуть ли не лучший уровень подготовки в мире. Финская школа, это удивительный феномен. Традиции образования для всех здесь восходят еще к шведским временам, но современный свой облик финская школа приобрела в 60-е годы 20 века. Школа эта обладает рядом особенностей, например, отсутствует дифференциация по успеваемости, и никаких элитарных классов не может быть в принципе. Зато учителя, работающие в школе, должны иметь степень не ниже магистра, классы числом небольшие, существует штат помощников учителя. Сейчас финская школа служит предметом изучения как превосходный пример среднего образования, и описание работы и организации финской школы доступны на самых разных языках мира, включая русский. Финомания началась с 2000 года, когда финские школьники заняли по тестам Писа первое место в мире по уровню грамотности, третье по естественным наукам и четвертое по математике. В 2003 году Финляндия вообще вышла по всем показателям на первое место в мире, оставив Японию на восьмом, Германию на двадцать втором, а США на двадцать восьмом месте. В 2009 году, последнее по времени изучения, она оказалась в среднем на третьем месте в компании Кореи, Сингапура, Шанхае и Гонконга. Россия на сорок третьем месте, в компании Турции, Дубая, Чили. То, что это заслуга именно системы школьного образования, говорит тринадцатое место Эстонии, перенимавшей финский опыт. И тем не менее, при таких замечательных результатах в самой Финляндии давно уже нарастают сомнения в правильности выбранной методы. Да, в финской школе умеют преподавать иностранные языки, тут изучают оба государственных, финский и шведский, обязательно иностранный, в подавляющем большинстве это английский, и второй иностранный, это может быть и немецкий, и французский, и русский. Но почти не изучают литературу. Школьники читают актуальные книги, в основном современные, самых разных жанров, включая фэнтези и даже ужасы, и обсуждают их, рассказывая сюжет. О классике, своей и международной, речи почти не идет. Я был свидетелем, как удивились два филолога из экс-СССР, которые услышали от преуспевающего финского менеджера средних лет, что он прочел всю русскую классику. В переводе, конечно, смутившись, сказал этот гений коммуникационных технологий. И принес в доказательство целый ящик комиксов, в том числе по мотивам русской классики. Да, он знал героев и основные нити сюжета. Более ничего. И если бы дело ограничивалось иностранной. Для финна, литературой. Финская школа, эта школа действительно для всех. Она бесплатная и воспитывает демократические навыки с малолетства. Никому и в голову не придет хвастаться имущественным положением своих родителей. Да это и не имеет в школе никакого значения. По сути дела, финская школа, это главный социальный поплавок, который позволяет не утонуть представителю любого сословия. Школьное обучение ориентировано на среднего ученика. Задача, всех подтянуть до среднего уровня. Здесь хвалят даже тех детей, чьи успехи оставляют желать лучшего. Ругать вообще не принято, особенно публично. Разумеется, на более высоких уровнях образования поток детей естественным образом разделяется. Более одаренные школьники продолжают свое обучение, менее одаренные уходят работать. Так включается социальный лифт для детей из среды неквалифицированных рабочих, у которых появляется реальный шанс получить высшее образование и стать высокооплачиваемым специалистом. Но последнее время финских родителей гораздо больше беспокоят не проблемы в самой школьной программе, а укоренившаяся антидисциплина. Финские дети ведут себя даже на уроках весьма раскрепощенно, могут ходить по классу, свободно беседовать, к учителю обращаться на ты и вообще демонстрировать свое полное к нему безразличие. Учитель не имеет права применить к ребенку никаких эффективных мер воздействия, поскольку это нарушает право личности. Молодое поколение финнов растет без тормозов. Да, оно не агрессивно, но в значительной мере безответственно, а часто вообще перестает задумываться о чьих-либо интересах, кроме своих личных. И, наконец, случилось то, что должно было произойти. В Хельсинки, в основной школе в районе Альпила, один из учеников расшалился и мешал другим ученикам. На замечание учителя он не реагировал, и учитель просто вытолкал его из столовой. Самое интересное, что сам ученик не жаловался, сигнал наверх послал директор школы, и городское управление по образованию приняло решение уволить учителя. Учитель не стал безропотно терпеть и обратился в профсоюз, который его поддержал. Было опубликовано обращение в защиту учителя, и уже в первые сутки его поддержало 44 тысячи финнов. Еще спустя сутки число подписантов выросло до 150 тысяч и продолжает расти. Кроме того, в ближайшие дни должен пройти пикет учителей, который, без сомнения, будет поддержан общественностью. Школьная вольница надоела. Ежегодно в школах одного только Хельсинки фиксируется порядка 400 случаев, то есть более чем по одному в день, когда учителям приходится применять силу, чтобы обеспечить безопасность других учеников или самого шелуна. Директора школ, опасаясь разбирательств и невыгодных для себя выводов, предпочитают не наказывать учеников, а стучать на учителей в вышестоящие инстанции, что увеличивает неуверенность среди самих учителей, которые в опасный момент могут просто занять выжидательную позицию. Разумеется, родители выступают не за затрещины и тумаки своим чадом. Но остановить руку расшалившегося ученика с острым предметом просто необходимо, потому что потом он может взять что-нибудь более убийственное. Например, пистолет, который приобрести в Финляндии достаточно легко. Но и принципиально, у финского общества есть серьезные проблемы с воспитанием нового поколения, которое не знает слова «нельзя», которое не задумывается о результатах своих действий. Легкая, сытая жизнь. Долгое время общественность отмахивалась от этих опасений, вспоминая знаменитые слова древнегреческого мыслителя Сократа. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей. Мол, это сказано почти две с половиной тысячи лет назад, а мир все стоит. Но вот парадокс. О том, что в финских школах начинает царить хаос, говорят сами школьники, которые жалуются родителям, что им сложно учиться в такой обстановке. И родители отводят детей в специальные языковые школы, где на занятиях все слушают педагога, где существуют строгие правила поведения и все подчинено одному учебе в наиболее комфортных для этого условиях. В природе есть растения, которые крайне похожи на съедобное, но тем не менее очень ядовиты. Ну, например, шампиньон и бледная поганка. Так и тут, финны спешат принять меры, потому что увидели, что под видом свободы и прав ребенка может скрываться вседозволенность, которой воспользуются отнюдь не те, кто в будущем возьмет на себя ответственность за благополучие финского общества. HTTP Слон Руф Ворлд, финское подчеркивание, школа подчеркивание, осталость подчеркивание, улти подчеркивание, освободи 930414. Ксхтму Книга в моем букридере Можийка Игорь Всеволодович Тайны Нового Времени М. А. С. Т. Острель, 2010, сер. Внеклассное чтение Пришлось мне на днях посидеть в очереди к семейному врачу и, зная, что несмотря на указанное время, можно застрять надолго, взял с собой библиотечку. Выбрал эту книжечку Можийка, более известного под псевдонимом Кир Булычев, и почти всю прочитал, пока меня вызвали. Как пишет во вступлении сам Игорь Всеволодович, первоначально он считал, что пишет для детей, которые не любят историю, потому что ее надо учить, а также запоминать даты сражений или реформ. Начинал печатать первые очерки в газете «Пионерская правда». Но потом оказалось, что эти тайны с интересом читают и взрослые. Сначала у него вышли тайны древнего мира, потом тайны античного мира, и пошло. Конечно, за месяц я прочитал не только эту книгу, но одна из главок этой книги очень удачно перекликается с материалом, присланным я. Хурземнейкам, так почему бы мне не предложить ее вам? Эв. Можийка. Пропавший посол. Англичане в Москве. В конце 15 века попытки европейцев найти пути на восток, к пряностям и неисчислимым богатствам, и отыскать рынки для своего сукна и оружия наконец-то дали результаты. В 1492 году Колумб достиг Америки, через пять лет Васко-де-Гамо ступил на берег Индии, вскоре Магеллан обошел вокруг света, а Кортес и Песаро пробились вглупе Америки. Что не год, сенсация? Открытие и добыча, с которой возвращались португальцы и испанцы, не давали спать англичанам. Ведь они были морской державой, их богатство зависело от морской торговли, а тут опоздали. Настолько, что приходилось лишь облизываться, глядя на успехи соперников. И моряки в Англии были лучшими в мире, и корабли по тем временам отличные. И тогда, английские торговцы и капитаны принялись рассуждать, расстелив на дубовых столах географические карты. Земля была круглой. Капитаны и коммерсанты в этом не сомневались. Дорогу на восток по экватору проторили испанцы и португальцы. Пока не было силы победить их в бою, следовало искать свои пути в Азию, по которым жители Иберийского полуострова путешествовать не решались. В частности, потому что боялись холодов. Некий Роберт Торн уже в 1527 году писал английскому королю Генриху 8. Я знаю, что моей непременной обязанностью является поведать вашему величеству тайну, которая, по-моему, до сих пор оставалась скрытой, а именно, что с небольшим числом судов можно открыть многое множество новых стран. Причем для открытия их остался один путь, северный, ибо, как мы видим, из четырех стран света три уже открыты другими государями. Так думали многие. В 1527 году два судна под командованием Джона Рата покинули Лондон и взяли курс на север. Они плыли, пока не наткнулись на море, усеянное множеством ледяных островов. Исследования Северной Америки, острова Ньюфаундленд, Гудзонова пролива и Лабрадора связаны с именами Кабота, Кортье и других капитанов, которые вторгались во льды и вынуждены были возвращаться с северо-западный путь в Китай в обход Америки оказался недоступным. Тогда родилась мысль пробиться в Китай, плывя на восток. Долго ли, коротко, но в Лондоне была создана торговая компания, которая собрала денег на экспедицию в сторону Сибири. В 1553 году несколько кораблей во главе с капитанами Чинслером и Уиллобе отплыли в сторону Норвегии. Голландский корабль в жестоких ледяных объятиях Арктики. Именно на таких кораблях добирались до Архангельска английские мореплаватели. Как бы ни были хороши английские корабли, с нашей точки зрения, это скорлупки. Самый большой из них, Эдуард Бонавентура под командованием Чинслера, был водоизмещением 160 тонн. Капитан Уиллобе был красивым высоким джентльменом, прославившим себя в шотландских воинах Генриха VIII. Но знаменитый старик, советник экспедиции Себастьян Кабот, выше всех ценил Чинслера, с которым вместе плавал по Средиземному морю. Чинслер был славен в Англии как выдающийся навигатор, изобретатель и мастер по навигационным инструментам, а также как человек исключительного благородства и настойчивости. Вся жизнь Чинслера говорит о том, что оценка современников была совершенно справедлива. К сожалению, у нас о нем знают немного. Корабли той экспедиции были хороши, чтобы плавать по Средиземному морю, однако в Арктике они превратились в настоящие ловушки для команды. Они не имели теплоизоляции, и в морозы. А на севере они могли ударить и летом. Выжить на них было трудно. К тому же море, куда отплывали английские корабли, были совершенно неизвестны, а народы, жившие по их берегам восточнее Норвегии, никому не ведомы. Весь Лондон провожал экспедицию. Как писал современник, простой народ густо усеял берега Темза, чтобы поглядеть на отпойте кораблей. Достигнув берегов Норвегии, капитаны решили поодиночке держать курс на норвежское селение Вардё. Но налетел страшный шторм, который разбросал корабли экспедиции. Больше им не суждено было встретиться. Один из кораблей, ведомый упрямым и опытным ченслером, старался не отходить далеко от берегов. Стоял полярный день, сильно удививший англичан. Ченслер писал. Я зашел так далеко, что оказался в местах, где совсем не было ночи, но постоянно сиял яркий свет солнца над страшным и могучим морем. Район Баренцева моря, где сгинула экспедиция Уиллоби. Корабль же Ченслера смог доплыть до Архангельска. Постепенно береговая линия стала отклоняться к югу. И Ченслер вновь оказался в лесных краях. Он пересек Белое море и оказался в устье Двины. Корабль Ченслера бросил якорь у городка Холмогоры. Встреча удивила как местных жителей, так и англичан. Ченслер был уверен, что встретит страшных каннибалов, облаченных в шкуры, а жители Холмогоры еще никогда не видели такого громадного судна и так странно одетых людей, говоривших на непонятном языке. Разумеется, местные власти тут же запретили англичанам высаживаться и уж тем более отказали им вправе встретиться с властями страны, которая называлась Московией. Но не таков был Ченслер. Он заявил, что поедет в Москву, благо уже настала осень и выпал снег. С хитростью, уговорами, посулами Ченслер раздобыл сани и лошадей и отправился в Москву своим ходом. Начальство грозило кулаками, кричало во след проклятия, потому что царь Иван Васильевич Грозный, хотя еще и не такой Грозный, как в старости, мог не пожалеть чиновников за нестойкость перед лицом Запада. Но обошлось. Отъехав от Холмогор, англичане встретили большую группу московских чинов, посланных царем, чтобы пригласить Ченслера в столицу. Проблемы Ивана Васильевича, как ни странно, удивительно напоминали английские. Россия была отрезана от Балтийского моря, от Европы, а Иван, в этом отношении предшественник Петра Великого, желал пробиться на Запад, тогда как советники толкали его к походам на Крым, ничего России не дававшим. Но одно дело желать прорыва на Запад, а совсем другое, это совершить. И появление англичан явилось для Ивана Грозного буквально манной небесной. Ах, видели бы вы, как встречали Ченслера в Москве зимой 1553 года. Какие перы закатывал русский царь, как пытался. И преуспел в этом. Поразить англичан своим богатством. В результате весной Ченслера, нагруженного подарками, кокослик с почестями отправили в Холмогоры, а еще через год он возвратился от имени вступившей на престол королевы Марии и несказанно разбогатевшей по получении благих вестей московской компании. Иван, с нетерпением ожидавший англичан, тут же подписал с представителями английской короны выгодный для обеих сторон договор, который давал англичанам сказочные права в России, а русским купцам, в Англии. Оставалось немного. Надо было послать в Англию русское посольство подписать договор у английской королевы и начать торговлю. Помимо посла Осипа Непея, человека не слишком знатного, но умного, образованного и богатого, Ченслер раз в Англию и скорбный груз. Русские поморы весной нашли на северном берегу Кольского полуострова корабли спутников Ченслера. Все, кто был на их борту, замерзли, зимой в устье речки Ворзины. Погиб и капитан Уиллаби. Их вещи русские передали Ченслеру. Из Холмогор в Англию отплыла целая эскадра. Ведь к тому времени туда уже прибыли первые торговые корабли. В Холмогорах они сгрузили первые мешки редкого в России товара, сахара и немало тюков отличного британского сукна. Меха же, мед и иные русские богатства наполнили трюмы Бона Эсперанцеи, Бона Конфиденцеи, Филиппа и Марии Эдуарда Бонавентуры. 20 июля 1556 года Великое русское посольство покинуло Холмогоры, и английская эскадра под всеми парусами взяла курс на северо-запад. И посольство исчезло. Плавание по уже известным норвежским и шотландским водам должно было занять лишь несколько недель. В Лондоне с нетерпением ждали русское посольство, а в Москве ожидали вестей из Англии. Что же за таинственная беда обрушилась на эскадру из четырех лучших британских судов, ведомую лучшими и опытнейшими капитанами? Причем случилось это не во льдах Ледовитого океана, а в местах всем известных и цивилизованных. Эта тайна разрешилась лишь через год. Оказывается, когда эскадра огибала северную оконечность Норвегии, корабли попали в жестокий шторм. Буря была настолько страшной, что Бонна-конфиденция разбилась в дребезги о скалы у Тарнтхейма, и почти никто с нее не спасся. Еще два корабля выбросило на берег, правда, они остались более или менее целы. И лишь флагманский корабль ченслера Эдуард Бонавентурас смог продолжить путь. Невезение преследовало последний корабль и далее. Встречные ветры были столь сильны и постоянны, что ченслер не смог добраться до Англии. Четыре месяца Эдуард Бонавентурас боролся с непогодой. Берега Шотландии возникли в пелене дождя лишь в ноябре 1556 года, когда ченслера уже никто не ждал. Тем более, что одному кораблю эскадры, Филиппу и Марии все же удалось сняться с камней у Тарнтхейма и достичь Англии в октябре. Судьба же Бона-эсперанции так и осталась неизвестной. Велика была радость моряков, завидевших родные берега. Ченслер решил пристать в бухте Питслига, чтобы запастись пресной водой. Но тут налетела серия шквалов. Корабль сорвало с якорей. И ченслер ничего не мог поделать. Со страшным грохотом Эдуард Бонавентура раскололся на скалах. В момент крушения ченслер проявил себя человеком мужественным и настоящим морским капитаном. Он решил любой ценой спасти русского посла. Ченслер спустил единственную оставшуюся шлюпку, куда усадили Непию и его свиту, а также нескольких матросов, чтобы они выгребли к берегу сквозь полосу дикого прибоя. Ченслер стоял у руля. Однако это короткое путешествие стало последним в жизни великого моряка. Лодка разбилась. Погиб сам ченслер, а также семеро из шестнадцати спутников Непеи. Остальные выбрались на берег. Избитые или живые, они лежали на берегу, а к ним уже скакали шотландцы из соседней деревни. Они привыкли к береговому праву. Все, что выкинуло море, шотландцы считали своим. Разумеется, они вытащили из моря часть даров русского царя, схватили и ограбили Непию и утащили его в замок своего вождя. Однако шотландцы так и не поняли, что за пленники им попались. Поэтому неудивительно, что только в начале 1557 года до Эдинбурга, а потом и до Лондона дошла весть о гибели капитана Ченслера и о судьбе русских послов. На поиски русских была снаряжена специальная экспедиция. Их удалось отыскать. Шотландцы потребовали за такую ценную добычу громадный выкуп, но, насколько мне известно, англичане пригрозили большой войной. Мелким прибрежным разбойникам такие ставки были не по зубам. В Лондоне никто не мог поверить, что исхудавшие еле живые, покрытые язвами грязные оборвыши, и есть великое посольство из Москвы. Ведь послы больше четырех месяцев провели в темном подземелье шотландского замка. Как только послов подкормили и как следует при Аделе, королева Мария приняла их и не скрыла радости. С тех пор в течение 30 лет сотни английских кораблей посещали холмогоры, многочисленные караваны с английскими товарами достигали Москвы, а богатства России стали обычными на британских рынках. Именно при жизни Ивана Грозного московская компания стала богатейшей в Англии и могла соперничать с американскими предприятиями испанцев и индийскими португальцев. Уже по одной этой причине имя Ченслера должно стоять рядом с именами Колумба и Магеллана. Тем более, что он пожертвовал жизнью ради исполнения своего долга. Посол Женипея возвратился в Россию, но дальнейшие его следы теряются в истории. Ричард Ченслер Гравюрер Купера с картины Ганса Габбейна 33 на 28 Собрание Томаса Росса Печать британской московской компании Ее выдавливали на сургуче или воске и прикрепляли шнурком к важным грамотам и документам. В те времена канцелярская корреспонденция была в такой же моде, как и 500 лет спустя. П.С. Ченслер составил описание своего путешествия 1553-1554 годов, положившее начало русской теме в сочинениях английских путешественников 16-тиксвиевиков. В чем-то оно перекликается с сочинением Михалона Литвина, на которого ссылается Курземникс, а в чем-то противоречит, но очень рекомендую прочитать труды обоих. Литвин, Http. www.vaslid.info.txts.ras.litwin.evt.ftel.id равно 833. Ченслер, Http. Хисторидок. idu.ru.catalog. esp.cat подчеркивание ок подчеркивание ноу равно 12712 ntok подчеркивание ноу равно 12713. Алексей Максимов. Призрак зверя из глубины. Британское издание The Sunday Times недавно опубликовало статью под названием «Запад боится зверя из глубины», посвященную новой подлодке Северодвинск. По мнению экспертов газеты, характеристики российской субмарины таковы, что она становится практически неуязвимой для новейших систем противолодочных вооружений. ВМФ России пока принял только одну головную подлодку проекта «Ясень». Планируется построить еще семь, а страхи Запада уже зашкаливают. В территориальных водах Норвегии почти неделю шла поисковая операция по обнаружению некой подводной лодки, которую будто бы засняли случайные свидетели. Подлодку не нашли, но призрак российского зверя продолжает будоражить западное общественное мнение. Северодвинск. Чем же замечательно АПЛ Северодвинск? Малая шумность, арсенал из 24-х крылатых ракет большой дальности гранит. Мощность боевой части – 200 КТ. Ракеты иных типов, торпеды, мины. Авторы статьи в The Sunday Times заключают. Мы не знаем и половины того, что находится на борту Северодвинска. Максимальная скорость подводного хода, если верить открытым источникам, оценивается в 30-35 узлов. Более 60 км в час, что позволяет субмарине срывать торпедные атаки противника, многие охотники за подлодками просто менее скоростные. Подлодка способна погружаться на глубину более 600 метров. Но только ли Северодвинска стоит опасаться западу? Не разминулись. 21 марта 1984 года мир облетела сенсационная весть. Советская атомная подводная лодка К-314 всплыла в центре авианосной ударной группы США, протаранив авианосец Китти Хок. Инцидент произошел в ходе ежегодных маневров ВМС США у побережья Южной Кореи. Но это была вовсе не попытка потопить боевой корабль противника в холодной войне. Просто советские моряки неудачно выполнили тактический маневр. Происшествие вызвало переполох в Вашингтоне. Там никак не ожидали, что подводные лодки СССР могут курсировать прямо под килем американского корабля. Маневры были прерваны, а изуродованный авианосец с почти сотней самолетов и несколькими десятками зенитных ракет на борту едва дотянул до ДОКа на Филиппинах, где встал на ремонт. Другого участника инцидента, советскую подлодку, лишившуюся при столкновении грибного винта, отвели на базу под Владивостоком. После этого американские военные специалисты бросились разрабатывать новые методы обнаружения и борьбы с советскими, а затем и российскими подводными лодками. Именно такие задачи отрабатывали корабли НАТО 29 февраля 1996 года. Когда командованию отрапортовали об успехе, в середине скопления кораблей НАТО всплыла российская подводная лодка, которая наблюдала за всем ходом учений и осуществований которой никто не догадывался. Дело было в том, что одному из моряков сделали прямо на борту операцию по удалению аппендицита, но возникли осложнения, требовалась более квалифицированная помощь. Больного матроса эвакуировали на берег, жизнь его была спасена. Чего не скажешь о репутации противолодочной системы США. Борей и Щука. Шок 2012 года американцы будут помнить долго. Тогда по абсолютно нелепой случайности русская подводная лодка Борей всплыла в Манхэттенском заливе рядом с Ататуи Свободы. Как сообщали официальные лица, у подводной лодки отказали судовые навигационные приборы. И чтобы сориентироваться, командир подводного крейсера был вынужден демаскировать себя и отдать команду на всплытие. А тут еще произошла утечка содержания радиограммы, которую командир корабля отправил в Генштаб. К радиограмме вместе с докладом о местонахождении лодки были приложены снимки статуи Свободы и прогуливающихся по берегу туристов. Пентагон в растерянности. Паника среди населения достигла максимума уже через час после всплытия Бореи. В новостных выпусках рядовые американцы требуют незамедлительного прекращения кампании в Афганистане, а также свертывания военных приготовлений в отношении Сирии и Ирана. Очень показательной была реакция представителей нашего Министерства обороны. Мы просим американцев не считать это ответной реакцией на регулярные появления в непосредственной близости от границ территориального моря РФ-субмарин ВМС США. Правда, стоит добавить, что появление американских подлодок мы всегда фиксируем, как и их перемещение. А американцы, как выяснилось, могут это делать не всегда. И нам помог это выявить лишь случай. Хваленые системы слежения США не зафиксировали перемещение нашей подлодки. Пентагон попытался объяснить случившееся досадным сбоем. И тогда произошел еще один казус. В июне-июле 2012 года субмарина «Щука-Б», способная нести на борту крылатые ракеты большой дальности, несколько недель находилась незамеченной в Мексиканском заливе, в непосредственной близости от берегов США. Проявила она себя умышленно, когда уходила к родным берегам. В Пентагоне разразился очередной скандал. Как Никита Хрущев американцам отомстил. Эта история, смахивающая на анекдот, произошла в 1964 году, когда глава Советского Союза следовал с визитом в Египет. Его буквально выводила из себя наглость американских летчиков, которые летали чуть ли не сбивая мачты правительственного корабля. А Никита Сергеевич очень не любил изделок над собой и потребовал проучить обнаглевших Янки. 14 июля 1964 года в районе, где были сосредоточены корабли 6-го флота США, одновременно всплыли 12 советских субмарин. Сказать, что для американцев это был шок, значит, не сказать ничего. А наши моряки, ехидно посмеиваясь, высыпали на палубы покурить и посмотреть на лица обалдевших американцев. Проглотив эту пилюлю, в 1966 году Пентагон с одобрением президента США и Конгресса разрешил командирам авианосно-ударных групп уничтожать в мирное время советские подводные лодки, обнаруженные в радиусе 100 миль. Но уже в 1968 году советское руководство показало, что почин Никиты Сергеевича, который в то время уже находился в отставке, не забыт. Советская атомная подлодка К-10 в Южно-Китайском море у берегов Вьетнама в течение 13 часов на глубине 50 метров следовала под днищем авианосца «Энтерпрайз». Золотая рыбка. Если бы история с еще одной нашей субмариной К-162 «Анчар», которую на флоте любовно называли «золотой рыбкой», не была из разряда сверхсекретных, то эту подлодку можно было бы смело заносить в Книгу рекордов Гиннеса. Осенью 1971 года ударный авианосец 6-го флота США «Саратога» возвращался из Средиземного моря на базу в Майами, когда американские моряки обнаружили у себя на хвосте подлодку. Неоднократные попытки оторваться от загадочной субмарины к успеху не приводили. Подлодка легко обгоняла шедший полным ходом. 30 узлов, авианосец, гордость ВМС США. Ни одна из подлодок всех известных на то время флотов не имела таких технических возможностей. Военное командование США было всерьез озадачено необычной ситуацией. Американцы не догадывались, что советская подлодка обошла авианосец лишь на одной из своих турбин. На К-162 тогда впервые опробовали новые технологии, конструкции изготовили из титанового сплава, отличающегося высокой прочностью, малым удельным весом, немагнитностью, коррозионной стойкостью. Сварку титановых элементов приходилось производить в аргоновой среде. Эти работы требовали ювелирной точности и хирургической частоты. На ходовых испытаниях скорость АПЛ постепенно возрастала, 20 узлов, 30 узлов, 42 узла, 44 узла, около 80 км в час, под водой. И это всего лишь при 80% мощности реактора. Ни один эсминец США не в силах был бы настичь летящую К-162 в те далекие годы. Представьте себе подлодку размером с четырехэтажный дом, несущуюся со скоростью автомобиля. До сегодняшнего дня это абсолютное мировое достижение. После испытания подлодку можно было узнать с большим трудом. Вся краска с корпуса слетела, загладились даже сварочные швы. В январе 1970 года единственная в мире титановая субмарина вступила в боевой состав Северного флота, а в сентябре 1971 вышла в свой первый боевой поход, пройдя от Гренландского моря до Бразильской впадины в районе экватора. В этом-то походе и произошел знаменитый случай с американским авианосцем Саратога. По самолюбию США был нанесен весьма ощутимый удар. Известно, что за латышами закрепился образ спокойных, привязанных к земле, не любящих риск и авантюры людей. И образ этот вполне соответствует действительности. За редкими исключениями. Исключениями, переворачивающими с ног на голову все стереотипы. К таким исключениям относятся Арвид Блументалс, или крокодил Гарри, латвийский барон, гроза крокодилов и любимец женщин, при жизни ставшей настоящей легендой Австралии. Почувствовать на себе челюсти страшного зверя и в момент быть утянутым на дно стремительным и беспощадным хищником. Кто из тех, кому довелось побывать в австралийском Буше, не боялся очутиться в пасти крокодила. Пожалуй, таким бесстрашием мог похвастаться лишь герой знаменитого голливудского фильма 80-х Данди по прозвищу Крокодил, а также его реальный прототип, выходец из Латвии Арвид Блументалс, на счету которого осталось порядка 40 000 австралийских крокодилов. Ничто не предвещало. Латвийский аристократ с немецкими корнями, Арвид фон Блументалс и в детстве не был изнеженным белоручкой. Хотя в Большом Думе его семьи была и прислуга, однако троих сыновей воспитывали строго, пороли часто. Но всегда за дело, приучали к труду и земле. Впрочем, любовь к последней Арвиду, среднему из братьев, привить так и не удалось. Помню, что я терпеть не мог возить тележку с навозом. Это была обязанность мальчиков в дни уборки, вывозить из конюшни навоз, целых три дня подряд. В те дни я со всей ясностью осознавал, в будущем я никогда не буду заниматься земледелием, вспоминал Арвид в беседах с латвийским писателем Римантом Зеедонисом, посвятившим ему впоследствии книгу «Национальный искатель приключений, охотник за крокодилами». Дом Блументалсов в городке Дундага, что в Курземском крае, раскинулся на 260 гектаров земли. Во владении семьи также имелось 30 коров, большой гурт овец и красивые лошади. Отец Арвида Густав Блументалс в свое время закончил мореходную школу и был совладельцем корабля, стоявшего в Вен Спилсе. Похоже, отец тоже не мечтал о занятии земледельца, и, возможно, именно его нереализованная страсть к путешествиям, тщательно скрываемая в быту обычной сельской жизни, взыграла в крови его среднего сына. После образования Советской Латвийской Республики наличие голубой крови и большого дома со скотом больше не считалось преимуществом, но, скорее, пропускным билетом в Сибирь. И в 1944 году юноша отправился на Запад. Там он вначале служил во Французском легионе, а в 1947 году принял решение отплыть к берегам Австралии. Хотелось в Америку, но разрешение на въезд туда получить не удалось. Тогда Арвид бросил жребие и из нескольких стран вытянул австралийскую спичку. Итак, в Австралию. Арвид по прозвищу Гарри по прозвищу. В Австралии его стали называть новым, более простым для произношения местными именем, Гарри. А прозвище крокодил закрепилось за ним чуть позже, вместе с новой профессией, которую он самостоятельно освоил после нескольких лет странствий по стране. Началось все в 1955 году в Бергтауне. Он сидел в местном кабаке, слушал, как парни обсуждали ловлю крокодилов, их жесткий норов. А вскоре и сам смог применить знания на практике. Я очень хорошо помню, как поймал первого крокодила. Этого нельзя забыть, как и первую девушку. Первого я поймал сетью. Он залез в нее и съел там всю рыбу, которую я наловил. Я так разозлился на него, что прыгнул ему на спину и хотел задушить. Удивительно, но за многие годы охоты на опасных хищников Гарри сохранил все части своего тела в исходной пропорции. Хотя и была пара случаев, когда он чуть не отправился на тот свет. Однажды крокодил на мелком месте ждал прилива. Я в него с первого раза не попал, и он от злости взбесился. Дело было ночью, из источников света у меня был только фонарь на лбу, поэтому я не мог его видеть нормально. Только время от времени из воды появлялся огромный хвост. Он крутился на месте, пытался нырнуть, но воды для этого было слишком мало. Так он совсем приблизился к моей лодке, сбил с меня фонарь и начал так трясти лодку, что она наполнилась водой. Я еле унес оттуда ноги, выскочил из лодки и по острым камням добежал до берега. А на следующий день все-таки достал этого крокодила, во время очередного отлива. В другой раз на охоте крокодил долго никак на меня не реагировал. Смотрю, все спит и усом не ведет. Очень старый видно. Приблизился я к нему совсем близко, и тут заметил, какой он огромный. Стал медленно грести обратно. У меня тогда с собой был боевой пистолет, но от него мало пользы, если крокодил хвостом долбанет. И вот, когда я медленно греб назад, крокодил внезапно оживился и поплыл на меня. Он подплыл совсем близко и вдруг вынырнул прямо у края лодки. Как только я увидел эти огромные челюсти, сразу выстрелил ему в пасть. Он сразу умер. На следующий день я отправился его искать, чтобы проверить, что прикончил его. Я помнил место, где он ушел на дно, отметил его на берегу. И я его нашел, на глубине 25 футов. Много раз нырял, пока не нашел, связал и потихоньку. Жутко тяжелый был, вытянул его наверх. Вообще, так нырять не рекомендуется, там акулы и другая нечисть шныряют, как только кровь почувствуют. Но больно уж хотелось достать его. Время от времени к Гарри все-таки приходили мысли сменить опасную профессию, но он всегда возвращался к своим крокодилам. Однажды у меня сгорел свет. Спальный мешок и дневник на реке Джордана, где я охотился. Я тогда варил суп из черепашьих ног и, читая книгу, заснул. Вдруг почувствовал, что что-то меня кусает в бок. Бррррр. Проснулся. Огонь. Оказывается, черепашьи ноги выварились, и жир вытек в костер. Я кинулся в реку, чтобы немного остудиться, пока на берегу все догорало. Тогда я отправился в Red Hat Mission, долго шел по бушу, пока нашел. Там были собраны люди с островов, которые изучали Библию. Так обгорелый и полуголый, я к ним и пришел. Тогда я подумал. Хватит с меня этих крокодилов. Купил за пять фунтов маленькую парусную лодку, одолжил карабин и поплыл на остров Пятница на оленей охотиться. Однако вскоре Гарри опять вернулся к ловле крокодилов, ведь она приносила самый стабильный доход, продав шкуру одного крокодила. Можно было без забот жить целых две недели. Кроме того, в Брисбене компания Golden Fisher заказала Гарри ловить живых крокодилов. Было и много других желающих приобрести в личное пользование этих экзотических хищников. Поэтому спрос на такую работу был всегда. Гарри отлавливал их по ночам. Ослеплял прожектором, хватал за челюсти, обматывал пасти шнуром и затаскивал в лодку. С утра отправлял прямиком в Брисбен. Крокодила до двух метров можно поймать руками, более крупного удержать невозможно. А так, надо прыгнуть крокодилу на спину на мелком месте и сразу завязать ему пасть, тогда у него сразу пропадает боевой дух. И надо быть осторожным, чтобы не пораниться об его острую шкуру. И, конечно же, нельзя промазать в прыжке. Делился секретами своего искусства Гарри. Вдали от цивилизации. В своих путешествиях по Северной Австралии крокодил Гарри забредал туда, где уже давно не ступала нога белого человека. Туда добирались только первые австралийские переселенцы, первые золотоискатели. В таких местах я видел старые, заброшенные золотые прииски. Все золото вырыли подчистую, и с тех пор там не появлялись. Помню, как впервые встретился с племенем Мара. Они в большинстве своем даже не знали белых людей. А вот старейшие женщины племени, им лет под сто, те явно были запуганы белыми. Когда впервые встретил их на побережье, они жутко испугались, увидев, как я подплываю на своей лодке, все убежали. Я разбил лагерь на берегу, развел костер, сел и стал ждать. И вот один представитель племени, такой же бородатый и волосатый, как я тогда, приблизился к костру, сел рядом, и стал испуганно на меня смотреть. Я ему сказал, не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю. Кое-как с помощью знаков мы друг друга поняли. Я спросил его, есть ли тут крокодилы, предложил табаку. Я, правда, тогда не курил, но табак в запасе имел. Да, табаку он был рад, сразу заулыбался и подозвал других людей из племени. Постепенно Гарри познакомился с аборигенами ближе и получил от них много полезных сведений для охоты на крокодилов. Бывали времена, когда Арвид не встречал белых людей месяцев по десять и больше. Активно общаясь с аборигенами, изучая их язык, он, бывало, даже праздновал с ними латвийский народный праздник летнего солнцестояния Лига с костром, пивом и распеванием народных песен, которые молодежь племени охотно выучила в обмен на угощение. И все же стать своим в доску белому человеку в Австралии невозможно. Аборигены, другие люди. Они принимают тебя как лучшего друга, но стоит им напиться, как наброситься на тебя с обвинениями, ты белый. Слухи, легенды, кино. Вскоре после того, как Гарри начал охотиться на крокодилов, о нем стали писать газеты, туристы начали интересоваться его персоной, которая постепенно обрастала легендами и слухами. Почему именно этот охотник из Латвии так заинтересовал широкую публику, теперь сложно разобраться. Возможно, благодаря своей бешабашной храбрости, своей ловкости. Ведь поймать за свою жизнь 40 тысяч крокодилов и при этом остаться целым и невредимым не так уж просто. Возможно, тут сыграли роли его голубые глаза, улыбка и внешность кинозвезды, популярность у женщин, талант рассказчика и галантные манеры. Так или иначе, о крокодиле Гарри с завидной регулярностью начали писать журналисты, причем часто те, кто его и в глаза не видали, просто наслушавшись баек и страшных историй в местных петейных заведениях. Арвид вспоминал. Например, рассказывали так. О, этот крокодил Гарри. Он изобрел легкий способ охотиться на крокодилов. Вначале он ловит двух-трех аборигенов и привязывает их к дереву на берегу реки, а потом в десяти метрах от дерева садится на камень, закуривает и ждет, когда крокодил придет их есть. Другие рассказывают, что я хоть и охотник на крокодилов, но, мол, боюсь воды, поэтому я хожу по берегу и ищу кучи костей, которые крокодилы якобы оставляют после того, как съедят своих жертв. Ну вот, и найдя такую кучу костей, я сажусь на берегу реки и жду, пока крокодил не приплывет снова, чтобы бросить тут кости новой жертвы. Вот тогда-то я типа, и пристреливаю крокодила. Как известно, фантазия коротающих вечер за кружкой пива мужчин не знает границ, поэтому даже страшно представить, сколько изощренных, холодящих кровь истории о Гарри рассказали они заезжим туристам. Об Орвиде сняли около 30 документальных фильмов и сюжетов передач, написали великое множество статей и заметок в мировой прессе. В Австралии все знают, что именно с него был списан образ бесстрашного охотника на крокодила в Данде из знаменитой голливудской трилогии. С киношниками, воплотившими его образ на экране, крокодилу Гарри встретиться не довелось. Но в индустрии Голливуда ему таки удалось засветиться. Впрочем, произошло это уже на новом этапе жизни крокодила. Крокодил Гарри меняет профессию. В 1975 году, когда в Австралии запретили охоту на крокодилов, Орвиду пришлось сменить род занятий. Его выбор пал на профессию не менее экзотическую. Он начал добывать опалы, перебравшись для этого в Куберпеде, небольшой городишко в Южной Австралии, носящий, однако, гордое название мировой столицы опалов. Здесь находится одно из богатейших месторождений этих камней необычайной красоты, составляющая около 30% общемировых запасов. Искатели приключений в поисках быстрого обогащения съезжаются сюда со всех концов света. Это и одно из самых пустынных и малонаселенных мест Австралии. Из-за тяжелых погодных условий, таких как высокие дневные температуры и песчаные бури, жители Куберпеде на протяжении нескольких веков имели обыкновение селиться в подземных жилищах. Здесь и Орвид обрел свой дом, столь же необычный, как и вся его жизнь. По примеру соседей и коллег, по новому ремеслу Гарри начал разрабатывать скалистую породу в поисках опалов, а в одной из отработанных шахт устроил свои апартаменты, которые в память о былой профессии окрестил гнездо крокодила. Экзотическая местность Куберпеде привлекает сюда множество туристов, а также киношников, ищущих необычную натуру для съемок. Легендарная личность крокодила Гарри повысила интерес к городку со стороны и тех, и других. Здесь снимались такие фильмы, как «Приключения Прис Цейлы», «Королевы пустыни» и «Черная дыра». А прямо в пещерном доме Орвида снимались эпизоды фильма «Безумный Макс» 3. Этот безумный Макс, он по сюжету искал преступника-пилота, и нашел его прямо в моей кровати, со смехом рассказывал владелец экзотического жилища. Гнездо на одного. Личная жизнь крокодила не задалась. Что, впрочем, ничуть не странно для искателя приключений. Хотя о семейном гнездышке он мечтал всегда. И несмотря на то, что в гнезде крокодила частенько гостили прекрасные любительницы романтики, наладить семейный быт ему так и не удалось. Много женщин было в его жизни. Возможно, не столько, сколько крокодилов, но немногим меньше. Став знаменитостью, Гарри пользовался повышенным вниманием туристок со всего мира. Его пещера увешана бельем, подаренным заезжими красотками. Ящики его стола забиты письмами от женщин со всего света, впечатленными газетными заметками, фильмами и передачами о прототипе крокодила Данди. Однажды такая переписка привела таки его к алтарю, но семейное счастье было недолгим. Супругой Гарри стала немецкая барониса Марта. Вначале у них завязалась романтическая переписка в лучшем эпистолярном жанре. Затем Марта прибыла в пещеру Гарри собственной персоной, с множеством чемоданов, сорок парами обуви и серьезными планами на совместную жизнь. Со стороны крокодила она встретила полную поддержку. Накануне ее приезда Арвид вылезал и отремонтировал всю пещеру. И начало семейной жизни ознаменовалось радужными надеждами с обеих сторон. Однако позднее между супругами начались неурядицы, приступы ревности со стороны супруги по отношению к любопытным туристкам, и в конечном счете семья сошла на нет. В 2006 году Арвид Блументал скончался в своей постели, в пещерном доме в городе Кубер-Педе, ставшем его второй родиной. Городок этот до сих пор получает дивиденды от славы своего почетного гражданина, тропа туристов к гнезду крокодила не зарастает. Друзья и соседи Гарри планируют превратить это место в его музей, а также начать разводить здесь крокодилов, которых знаменитому охотнику так не хватало в последние годы жизни. Сегодня каждый пятый австралиец знает крокодила Гарри. И редкий латвиец слышал о нем хоть что-то. Впрочем, нельзя сказать, что на первой родине он совсем позабыт. В городе Дундага, на месте, где когда-то стоял дом семьи Блументалсов, латвийский скульптор Титанс возвел из камня статую крокодила, в память о самом нетипичном латвийце и самом знаменитом охотнике за приключениями, покорившем мир и австралийские прерии. Журнал Resident Leve. PS. Автор не стал упоминать военную страницу биографии Орвида, а ведь он успел повоевать в 15 дивизии латышского легиона СС, куда, в неполные 17 лет, пошел добровольцем из сталинской гимназии. Пишу это не в упрек сыну владельца 260 гектаров и 30 коров, удивительно, что еще в 40-м их семья уцелела. В ноябре 1943 года дивизия вступила в бой при Новосокольниках в Псковской области, чтобы остановить советское зимнее наступление. Возраст не тот, когда осторожничают, он рисковал, не несколько раз был ранен, дважды даже получил отпуск. Дома царила печаль, старший брат, Карлис погиб на фронте. Эпизоды военной карьеры Орвида Блументалса описывает глава в книжке, изданной Талсинской библиотекой в 2011 году А.С. Гая Корзанайк спасла Тала, но предлагаемая имя информация вызывает сомнения. Но, цитирую. Навоевавшись от Ленинграда до Черного моря, он в составе 25 дивизий, он прошел сквозь всю Германию. Конец войны Блументалс встретил в немецкой больнице с тяжелым ранением руки. Во время эвакуации, раненые попали в русский плен, откуда Арвит с несколькими друзьями сбежали и добрались до английской зоны. Допустим, превращение 15-й дивизии в 25-ю. Кстати, венгерскую, опечатка, но у Черного моря повоевать ему, ну никак, не удалось бы. При прорыве группы армий Центр летом 1944 года 15 дивизия была большей частью уничтожена, остатки были выведены для переформирования в Германию. После доукомплектования дивизии латышскими служащими трудовой службы Рейха она была придана в начале 1945 группе армии Вейхеля и использовалась в Западной Пруссии и Померании. В мае 1945 года сдалась войскам союзников в Шверине. Талсинская публикация не упоминает французского легиона, и в этом я готов согласиться, покинуть его он мог лишь дезертиром, и проблематично было бы тогда добраться до Австралии. Правда и их версия, что Арвид поступил в сельскохозяйственную школу, а позже работал в лесу, тоже не слишком убедительно. Ясно одно, вокруг жизни охотника на крокодилов и сегодня много легенд и всю правду мы уже не узнаем. Стоит еще добавить, что Арвид Блументалс не единственный претендент в прототип крокодила Данди. Но эту грустную историю я оставлю для следующего номера. А вот Кубер, Педи это действительно город-легенда. Его называют мировой столицей опалов, поскольку здесь сосредоточено около трети мировых запасов этих камешков. Расположен этот городок в пустыне Виктория, здесь совершенно нет воды, дожди очень редки. Это сейчас сюда проложили водопровод, а раньше ее везли на верблюдах, даже трудно представить, как можно было решиться на жизни здесь. Но благородный опал, найденный в этом аду, собрал здесь желающих быстро разбогатеть. На местной жаре до появления электричества и кондиционеров, жить можно было только под землей. Так что домик Орвида блументался не исключение, и даже сейчас, половина жителей живет в своих традиционных подземных хоромах. Но уже при наличии электричества, и водопровода, и канализации. Есть подземные церкви и кладбища, подземный музей и подземный бар. Шахты на территории городка Рыть уже запрещено. Теперь это популярный туристический объект, но не только. Шахты теперь за пределами города и шахтеры составляют половину жителей Куберк-Педи. Местный марсианский пейзаж не могли не использовать для съемок фантастических фильмов. Здесь снимали и постапокалиптический безумный Макс-3. Под куполом грома и космический ужастик Черная дыра. Нетерпимость к толерантности Террористические акты, произошедшие во Франции. Результат межэтнической нетерпимости на религиозной почве между коренным европейским населением и выходцами из бывших колоний. Может ли в нашей стране повториться подобный сценарий? В некоторых российских регионах уже тлеют очаги этнической ксенофобии, а местные жители ясно дают понять, они устали от толерантности. 30 декабря адвокат Дагир Хасавов, представляющий интересы мусульманской общины Калининграда, сообщил в своем твиттер-аккаунте, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на запрет строительства мечети. Российские суды лишили верующих права на законно построенную мечеть. И не добившись справедливости в судах России, защита религиозной организации была вынуждена обратиться с жалобой в ЕСПЧ, пояснил адвокат. История калининградского долгостроя длится уже не первое десятилетие. Мусульманская община области добивается строительства мечети в городской черте Калининграда. Но местное население против. Им не нравится расположение строительной площадки, а также та настойчивость, переходящая порой в агрессивность, с которой представители мусульман продвигают свои идеи. Мусульманская община в Калининградской области сформировалась в начале 1990-х годов, активисты обзванивали горожан с подходящими фамилиями по телефонной книге, приглашая на организационное собрание. В дальнейшем для этих целей использовались местные СМИ. А вообще на данной территории не было ни культовых сооружений, ни каких-либо других свидетельств мусульманской культуры. Первые преподаватели основ ислама в общине, арабские студенты, учившиеся в вузах Калининграда, Мараканедж, Фахари и Брахим Драя из Мавритании. Они же стали первыми имамами. В качестве учебной литературы использовались брошюры, изданные в Дагестане. Религиозные обряды проводились в доме одного из прихожан, чеченца по национальности. С инициативой строительства мечети калининградские мусульмане выступили в 1993 году. Место строительной площадки переносилось из одного района города в другой. По некоторым данным, семь раз. Как только выдавалось разрешение на строительство, начинались протесты жителей окрестных микрорайонов, выделялось новое место, и все повторялось. В 2009 году мэрия выделила два участка и подъездную дорогу на территории парка Южный, рядом с музеем Фридландские ворота. Документ подписал вице-премьер правительства области Юрий Шалимов. К строительству приступили в декабре 2010 года. Калининградцы продолжали протестовать, собирали подписи за отмену строительства. В январе 2011 года провели митинг. Активисты считали, что разрешение на строительство было выдано с нарушением закона, с чем и обращались в разные инстанции. Указывали на то, что вырубка деревьев на стройплощадке негативно скажется на экологическом состоянии города. Кроме того, мечеть нанесет ущерб историко-архитектурному ландшафту города, поскольку строительство ведется в непосредственной близости охранной зоны памятника архитектуры федерального значения Фридландские ворота, которые, по сути, окажутся воротами в мечеть. 27 ноября 2011 года 21-летний горожанин попытался совершить на стройплощадки взрыв, используя 50-литровый баллон с пропаном и 25-литровый баллон с кислородом. Террористический акт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ, своими намерениями молодой человек поделился в социальных сетях, где пытался найти единомышленников. Злоумышленника задержали, когда он перелезал через забор. В декабре 2013 года строительство было приостановлено. Основанием послужили два судебных иска, поданных музеем Фридландские ворота и прокуратурой. Позже суд объединил эти заявления в одно дело. Глава города Александр Ярошук неоднократно говорил, что в случае запрета строительства мусульманская община вправе рассчитывать на другой участок и компенсацию уже понесенных расходов из областного бюджета. 1 апреля 2014 года Московский районный суд Калининграда признал незаконным постановление о выделении участков, поскольку эта территория относится к рекреационной зоне, а также попадает в границы охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения. В августе 2014 года представители мусульманской общины Калининграда направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой проверить законность запрета и пересмотреть все решения, принятые политически ангажированными лицами во властных структурах. Фридландские ворота в Калининграде Глава религиозной организации мусульман Калининграда Эршат Хисамов, возмущенный судебным решением, выступил в СМИ. Видно, губернатор хочет, чтобы здесь был Майдан, как на Украине. Такой расчет, наверное. Пока людей мы удерживаем, но вы поймите нас, это не только наш вопрос. Нас больше ста тысяч мусульман, и каждый в сердце держит камень. Когда это взорвется, мы не можем сказать. Проповеди читаем о дружбе народов, но если каждый держит в сердце камень, то это сложно удерживать. Представители общины неоднократно жаловались на то, что в регионе полностью отсутствуют мусульманские религиозные учреждения, например, это Хасимов. Не может быть такого, что единственная Калининградская область не имеет ни одного культурно-религиозного центра, мечети. Однако это не совсем так, рядом, в пяти километрах от Калининграда, в поселке Большое Исаково, в 2010 году открылась мечеть, построенная на базе одного из жилых домов на средства прихожан с разрешения местной администрации. Также идет строительство молельного дома в Гвардейске, еще один планируется в Советске. В ноябре 2014 Верховный суд РФ отказал мусульманам в касационной жалобе по делу о запрете строительства мечети в Калининграде. Опираясь на судебные решения, местные власти потребовали сноса здания, построенного на 80%. В данный момент представители общины пытаются добиться разрешения на завершение строительства, в частности через Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И это далеко не единичная история. Полтора года в Новосибирске пытаются остановить строительство медресе, высшего учебного заведения для муфтиев, мусульманских священнослужителей. Волна недовольства поднялась после распространения в СМИ информации о выделении городской администрации еще одного, дополнительного участка земли в центре Новосибирска, рядом с уже возводимой мечетью. Новосибирское медресе, первое в Сибири и на Дальнем Востоке. Оно будет готовить имам хатыбов для мечети из Сибири. Стоимость проекта, около 800 миллионов рублей. Это пожертвование прихожан и меценатов, сообщил имам новосибирской мечети Салим Шакерзянов. 4,7 тысячи жителей Новосибирска подписались под обращением о запрете строительства медресе на территории города. Горожан можно понять, ислам в Сибири не относится к традиционным конфессиям, к тому же в Новосибирской области уже зарегистрировано 14 религиозных объединений мусульман, действуют 8 мечетей, в том числе 4, непосредственно в Новосибирске. Горожанам также удалось убедить администрацию не выделять участок для очередной, пятой мечети в новом Калининском микрорайоне, в котором тогда не было даже необходимых образовательных учреждений, таких как школы и детский сад. Особенно жителей микрорайона возмутило то, что вопрос о мечети решался без их ведома. В последние годы в российских регионах распространена такая схема. Мусульмане приобретают для личного пользования участок земли, оформляют его под индивидуальное жилищное строительство. ИЖС, а затем передают в общину, которая вместо жилого дома строит мечеть. Если региональные власти замечают незаконную постройку и суд предписывает ее снести, представители Муфтията открыто через СМИ заявляют о факте нарушения прав верующих, фактически шантажируя чиновников возможными религиозными беспорядками. И местные власти идут на уступки, отменяют судебное решение, легализуя мечеть, или в срочном порядке выделяют другой участок. Проект и недостроенное здание мечети В Пятигорске несколько лет назад один из горожан передал мусульманской общине свой дом. На первых порах здание использовалось в качестве молельного дома для трех десятков прихожан. Однако со временем их количество выросло до 2,5 тысяч. Община решила строить на этом же участке в статусе частного домовладения мечеть. 4 ноября 2012 года городская администрация подала в суд на владельца участка с требованием снести незаконное строение. Недостроенное здание было опечатано судебными приставами. Городской суд Пятигорска постановил снести минарет, что и было сделано. Однако 29 апреля 2014 года Ставропольский краевой суд принял решение о полном сносе незаконно построенной мечети. 3 мая 2014 года председатель духовного управления мусульман Ставропольского края. Дум СК, муфтий Мухаммад Рахимов отправил президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо с просьбой вмешаться в создавшуюся ситуацию. Уже ходят разговоры о создании отрядов самообороны для защиты единственной недостроенной мечети в городе и организации митингов у краевой и городской администрации. Бульдозеры, которые приблизятся к мечети, чтобы снести ее, призовут сюда тысячи мусульман со всего Северного Кавказа, которых придется усмирять уже не бульдозерами, а танками. Мусульмане региона воспринимают решение о сносе мечети как попытку уничтожения веры в единого Бога и распространения в нашем регионе такой нечисти, как пьянство и наркомания, говорилось в послании Рахимова. Как ни удивительно, при всех политических и социальных катаклизмах последних двух десятилетий, послевоенных конфликтов на Северном Кавказе, россияне достаточно терпимы к культурным различиям. Регистрируется много смешанных браков, в рамках российской культуры сохраняются национальные языки и традиции. Как свидетельствует история, русские всегда легко заимствовали сторонние обычаи, от кулинарных традиций до праздников. К сожалению, подобное не скажешь о большинстве трудовых мигрантов стран Средней Азии. Они не желают интегрироваться в российское общество, зачастую не знают азов истории и законов страны, на территории которой живут и работают. Осложняет ситуацию и то, что региональные власти уделяют мало внимания причинам возникновения ксенофобии, что приводит затем к массовой нетерпимости к лицам неславянской национальности. За последние два десятилетия в России построено более 7 тысяч мечетей, 7 российских исламских университетов. Однако гармонизировать межнациональные отношения за счет только этого невозможно, тем более в регионах, конфессионально далеких от ислама. HTTP News Rambla RU 28 789 864 Kalning В Латвии давно пора построить мечеть. Депутат Сейма Латвии Иманс Kalning На фото, считает, что в Латвии давно нужно построить мечеть. Об этом пишет портал Благовестинфоно ссылкой на Apollo. Недавно Kalning перевел на латышский язык Коран, и сейчас перевод находится в издательстве. В интервью программе «Новая неделя» парламентарий отметил, что в Латвии пока слишком мало знают об исламе. В то же время политик выразил уверенность, что сейчас самое время построить в Латвии мечеть. HTTP 1. Delphi LV News Daily Latvia Kalning Городиншви Латвии давно пора построить мечет. D. ID 290690623 XS3NS WRQR 0 30 июня 2011 года в президентском дворце прошло прощание президентов. Затлерса с консультативным советом при президенте Латвии по вопросам национальных меньшинств. Господин президент отметил плодотворную работу консультативного совета и выразил свою благодарность. Член совета, председатель татаро-башкирского культурного общества Чешма, председатель Латвийского союза мусульманских общин Зуфар Зайнулин на прощание подарил. Затлерсу интерпретацию священного Корана на латышском языке в переводе и. Kalningsh Мечети и хиджабы в Риге. Вы готовы к этому? А ведь действительно, готовы ли мы с вами к тому, что в ближайшее время в Риге станет появляться все больше и больше людей в чуждых нам одеяниях, с совсем другими нормами поведения и традициями, а также совершенно иной религии, на тему хиджабы и мусульманские мечети? Ты готов к этому? Рассуждают участники проводимого русским твета отборочного конкурса «Мы ищем таланты». Многие высказывания наших авторов, возможно, спорны, но на то они и субъективные мнения, которые, как вы заметите, в сущности совпадают. Как Европа прикажет, так и будет. Какие у нас возникают ассоциации после такого вопроса? Европейские города, где много женщин в хиджабах на улицах, в учебных заведениях. Обувь около мечети во время молитвы. Смертницы и, запечатленные на камерах наблюдения. Беспорядки в европейских городах, боевики. Страшно и непонятно. Пожалуй, все скажут, что не готовы к такому. Мы все, простые жители страны, к этому относимся, не задумываясь, легкомысленно. Ой, да они не поедут к нам. У нас холодно, бедность. Нужны мы им. А теперь посмотрим на этот вопрос глазами европейского чиновника. Готовы ли мы принять мусульман, которых хотелось бы убрать с глаз долой из городов Европы? Мы уже практически к этому готовы. Осталось что-то сгладить, уточнить, кому заплатить, пообещать принять общеевропейский закон, который нас поставит перед фактом. Мы не активная послушная масса народа. Время от времени перед выборами нас пугают. Русские не учат латышский язык. Все русские школы переведут в латышский поток. Мы вяло реагируем, но все равно каждый раз выбираем не тех. У нас весьма средненькое правительство. Наши партии паразитируют на русофобии, у нас нет своего видения развития страны. За все эти годы мы только и научились встать по стойке смирно и сказать приказу из Европы. Есть. Мы потеряли промышленность, мы теряем сельское хозяйство, мы теряем людей, мы практически банановая республика в Европе. Но гонор. Но история успеха. А деньги европейские. К деньгам уже привыкли. Все, кто может, участвуют в распиле европейских фондов. Не всегда с пользой для страны, не всегда с видением будущего, но с пользой для себя лично точно. А похвалы из Европы, как бальзам целительный на душу. Посмотрите, как сейчас рекламируется евро. Вы получите больше денег. И за кого нас принимают. Нравится, не нравится, но и евро будет. Вот так же и с мусульманами. Готовы, не готовы, но они будут. Все решат деньги европейские. Сначала в кулуарах договорятся о суммах. Сколько будут платить высланному, сколько нашему правительству, сколько соответствующему министерству, сколько рекламы за помощь, сколько получат партии за молчание и агитацию. И вперед. Партии будут вопить, что мусульмане обещали выучить латышский язык. Утверждение не голословное. Господин Зеле так высказывался о китайцах, что они не пойдут к памятнику 9 мая, а будут чтить нашу государственность. Чиновники тихонечко будут делить денежки за услугу и обещанные кресла в Европе. А у нас даже и не спросят никто. Готовы вы или не готовы. Народ опомнится, когда мечети станут частью нашего городского пейзажа. Мусульмане станут нашими соседями. При более близком знакомстве окажется, что у них для жизни и быта религия вполне хорошая, что они миролюбивы, что боевики и смертники разные. Это не про них, это что-то другое. А про дополнение к нашей конституции они и не слышали. Принимайте и пишите, что хотите, а жизнь пойдет там, где дорожка протоптана, а не там, куда хочет идти какая-то партия. И как будет произноситься и писаться название нашей республики, лучше сейчас гадать не будем. Сон будет здоровее и крепче. Автор. Вэлланд. Мы сможем ужиться и с этим. Я думаю, Латвии не стоит бояться адептов мусульманской веры. Исторически мы никогда не находились в серьезном конфликте со странами, где строго проповедуется их религия. Правда, мы лояльны к курсу внешней политики США, а у них не совсем дружеские взаимоотношения с регионами и республиками, где процветает ислам, поэтому теоретически мы можем попасть под горячую руку в очередных конфликтах. Ислам, вторая самая большая религия и самая быстро растущая. Если в Латвии начнут строить мечети, это не будет сюрпризом. Ислам, по сравнению со знакомыми нам религиями, самая радикальная. Для многих эта религия ассоциируется с терактами, террористами, с униженными женщинами, воинственными кавказцами, оружием и вечной войной. Я уверен, что религия в этом не виновата, и в Коране такое поведение не одобряется, скорее, это неправильная интерпретация священного писания. Сам я не принадлежу ни к одной религии, и желания их принимать у меня пока нет. Хотя я отношусь к религиям уважительно, и многие их устоят мне по душе. Принадлежать к одной какой-то религии, значит считать остальные верования заблуждением, ведь Бог же у всех один, и те, кто исповедует иную веру, ошибаются. Это факт, так мыслят приверженцы разных течений верования. Так же я отношусь и к патриотизму. Любить свою родину, язык, традиции, менталитет нужно, но не ставить свой субъект патриотизма как приоритет перед иными, более важными вопросами, которые касаются полностью всего населения, а не только одного народа. Например, голод, нехватка провизии и чистой воды в странах Африки, исчезновение вечно зеленых тропических лесов в Южной Америке, глобальное потепление и так далее. Люди в первую очередь должны быть патриотами всей земли и молиться за человечество, а не за отдельный народ. Необходимо находить взаимопонимание и взаимоуважение. Без этих вещей никак. Только так мы сможем решать глобальные вопросы и проблемы. Так же и в Латвии сможем ужиться с мусульманскими мечетями, если будем уважать и понимать друг друга. Автор. Денис Прикулис. Мы с тоской будем вспоминать сегодняшние времена. Итак, к нам приехали. Приедут мигранты. Мусульмане по вероисповеданию. С семьями и своим уставом. Наличие мечети для растущей общины – дело естественное. А мечеть у мусульман с миноретом. Башня такая высоченная, и с мулой. И первое восхваление Аллаха Великого Утренняя, часа в четырех утра, через динамики на всю силу. Люди, воцерковленные в ислам, правоверные, очень пунктуальные и методично придерживаются канонов своей религии. Поэтому видимые проявления, как хиджабы, намаз, арабский язык, омовение, посты, хадж, джихад и, конечно, шариат, тоже сразу же появятся в Латвии. Если рассматривать религиозный контент Латвии, то доминанты будут молодые атеисты-космополиты. Из обеих общин – христиане-католики. Латыши – и православные. Русские. Религиозные взаимоотношения ныне проживающих в Латвии протекают последние 20 лет в вялом прижимании католиками православных, Рождество православное не является выходным днем и так далее, но по факту принадлежность человека к религии в Латвии не определяет ничего. Национальность, язык, гражданство и, конечно, деньги – вот столпы и основы нашего государства. Про существование Бога латвийцам напоминают праздничные дни в католическом календаре, а в повседневности мысли наши заняты всем чем угодно, кроме веры. Мы давно привыкли к латвийским двум общинам. В принципе, знаем и уже высказали друг другу почти все. Ментально ощущаем и хоть как-то понимаем, чего ждать от латышскости и реакции русскоговорящих. Другое дело – появление мусульманской общины. Готов ли я? Немного пожив в Татарстане, путешествую по Европе, отдыхая в Турции, может быть, и готов. Знаю примерно, чего ожидать. Именно на бытовом уровне. Ждать надо бесстрашие и упрямство, уверенности и бескомпромиссности, и все это с огнем в глазах. А когда будет конфликт? А это не неизбежно, всем нам не избежать очень и очень жесткого поведения. Ибо мы столкнемся с теистами, фанатично верующими и уверенными в своей правоте людьми. Основа ислама – покорность единому Богу. Устрашать мусульманина может только Аллах. Все остальные – не авторитет. Как же весь современный мир сосуществует с этими проблемами? В Европе от политики глобализации и толерантности выигрывают все, кроме тех, кто это придумал и внедряет. Так как в миграции ударяются далеко не состоятельные и неблагополучные люди, то наблюдается приток потребителей пособий и растратчиков социальных бюджетов. Пока Европа будет кормить и не перечить укладу жизни мигрантов, там будет мир. Попытки узаконивания норм мусульманства в Европе сразу перерастают в мощный конфликт. К сожалению, конфликты такого рода решают уже силовыми методами. США находится в состоянии войны с мусульманским миром. Россия После опыта ряда войн, позиционировала себя частично мусульманской страной. Так как в мусульманском мире тоже существуют внутренние проблемы и разноусобия, то более дальновидные политики поддерживают более сильную ветку. Тейп-клан, направление ислама Ибо худой мир лучше любой войны, это особенно ясно понимают все, у кого были потери, и люди просто устают воевать. Вернемся домой, в Ригу. Многие скажут, у нас холодно, не поедут. Это не так. Пример, Россия город Норильск, который имеет пятикратный прирост мигрантов, в основном мусульман. В первопричине миграции, высокие заработки или пособия. В Латвии этого нет. Поэтому у нас всего несколько кобобных и кальянных. И это наше ноу-хау. Если отбросить теории заговоров, что Латвия – полигон испытаний, то ясно просматривается политическая воля, чем меньше будет народа в Латвии, тем лучше. Другими словами, не только не ставится задача привлечь мигрантов, а наоборот, создать все условия для эмиграции собственного населения. И пока из Латвии будут эмигрировать, мигрантов ждать нет смысла. У меня в подъезде сейчас живут и русский, и латыш. Знаю, что один из министерства, другой – на стройке, один в Риме за вином ходит, другой – за водкой в Максиму, но, впустив в свою кровь алкоголь, они курят на одной площадке, жмут друг другу руку и расходятся по домам. Один знает, что другой потерпит, и можно его в голову не брать. Другой знает, терпит и копит все до времени. А вот когда появится мусульманин, и не один, а много и сразу много, то это станет проблемой. В первую очередь для латышей. Размерность этой проблемы будет прямо пропорциональна количеству членов мусульманской общины. Мы столкнемся с обобщенной мощью, держащейся не на национальности или языке, а на силе, базирующейся на вере в единого Бога. С готовностью жертвовать собственной жизнью ради этой веры. Необходимо будет признать и считаться в полной мере с укладом жизни мусульман. Что-то наша душа и ментальность сможет принять, а что-то – никогда. Наивно думать, что русские и латышские общины ощутят единение на фоне появления новой мусульманской, но вспоминать прошлые времена мы все будем более радостно. В случае, если жизнь заставит, у нас у всех будет шанс принять ислам, или умереть за то, во что мы верим. Автор. Альберт. К нам придет зараза, которая сожрет все, но объединит нас. Я не готов к мечетям и хиджабам в Риге. И уверен, что таких неготовых достаточно по всей Латвии. Так уж получилось, что, будучи русским, работающим в Москве, я дорожу всем, что нашел для себя в Латвии, и в частности в Риге. Дорожу культурой, обычаями, поведением людей. Мои соседи – латыши, литовцы. И живем мы, душа в душу. При этом мы принадлежим к одной религии, христианству. А к какому ее направлению, католицизму или православию, не суть. Мусульманство – это другая культура, другое все, включая архитектуру. И для меня это выглядит эдакой заразой, которой только дай начать распространяться, она все и сожрет. Сожрет то, что охраняется ЮНЕСКО. Я имею в виду архитектуру центра Риги, сожрет то, что есть сейчас. Я прекрасно это вижу на примере Москвы, где уже начали резать баранов на Курбан-Байрам, совсем забыв, где отмечающие этот праздник живут. Вижу, как тут коренного населения становится все меньше и как это становится заметнее и заметнее. Искренне не хочу, чтобы такая же участь постигла любимую страну и любимый город – Ригу. Если это заметно на примере 20 миллионов жителей Москвы и Подмосковья, то представьте, во что превратится Рига с семьюстами тысячами жителей, если ее сделают этаким центром для мусульман. Я понимаю, что мир мультикультурен, мультирелигиозен, но я сторонник того, чтобы эти культуры и религии не переплетались тесно, а жили кластерами. Чтобы сохранить свою индивидуальность. Наверное, единственным плюсом попыток построить мечеть в Риге будет объединение жителей Латвии независимо от национальности, потому что, уверен, подавляющее большинство будет против. Чтобы объединить латышей, русских граждан-неграждан, да, такую карту разыграть могут. Но думаю мы объединимся сами по другому поводу. Автор. Сергей Будко. Их привычки многим кажутся дикими. Рига остается одним из немногих крупных городов Европы, тишину которого не нарушает голос Моидзина, возвещающего с минарета о начале молитвы. На первый взгляд это кажется вполне логичным, ведь количество людей, проповедующих ислам, в Латвии ничтожно. Но так ли это? На самом деле в Латвии проживает более 10 тысяч мусульман. В последние годы интерес к исламу во всем мире растет. И Латвия тут не стала исключением. Все больше людей, ранее принадлежавших к другим религиозным общинам, выбирают веру в Аллаха и пророка его Мухаммеда. Что заставляет людей отказываться от веры своих предков и искать истину в абсолютно, на первый взгляд, чужой и малопонятной религии. Что вообще мы знаем об исламе, кроме той информации, что получаем из ежедневных выпусков новостей. На самом деле ислам является одной из самых молодых религий в мире, годом рождения которой считается 610 год нашей эры. Именно в этот год к 40-летнему пророку Мухаммеду явился посланный Аллахом ангел Джабраил и продиктовал тому первые пять стихов Корана. Пророк Мухаммед умер в 632 году и до самой своей смерти получал послания, которые были записаны и составили священную книгу «Мусульман Коран». Распространение ислама началось с Мекки, затем, спасаясь от преследований, мусульмане переселились в Медину, где было образовано первое в мире мусульманское государство. В последующие сто лет ислам стремительно распространился на весь Восток, а заодно на часть Азии и Африки. Лишь поражение от христианских войск в 732 году в битве при Пуатье остановило распространение ислама в Европу, правда, как видно сейчас, лишь на 12 с половиной столетий. Следующие столетия сопровождались непрерывными войнами, где победы мусульманских государств чередовались с поражениями. В результате к концу XIX века почти все мусульманские страны превратились в колонии европейских стран. Именно борьба против колонистов привела к небывалой политизации ислама, а затем и к появлению исламского терроризма. И за дня в день на телевизионных экранах мы видим репортажи о последствиях исламского террора, это и захваты заложников, и террористические акты смертников, унесшие десятки человеческих жизней. К сожалению, для многих людей террор стал визитной карточкой ислама. А ведь создавая первое в мире мусульманское государство, пророк Мухаммед провозгласил братство всех людей, независимо от их племенной, национальной или расовой принадлежности. Многие ли современные, так называемые демократические и цивилизованные, государства соблюдают эти принципы? Конечно, часто, переезжая на жительство в европейские страны, мусульмане приносят с собой не только приятный восточный колорит, но и традиции, которые кажутся европейскому человеку дикими и неприемлемыми. Но трудно представить, что Латвии удастся избежать тех процессов, что уже происходят по всей Европе. Как быстро количество мусульман в Латвии будет расти? Сможем ли мы с ними ужиться? Услышим ли мы в ближайшее время голоса Моэдзинов, призывающих с миноретов всех правоверных мусульман на молитву? Автор. Валерий Курочкин. Я православная и никогда не буду готова к этому нашествию. В настоящее время в Риге существует множество религиозных общин и вероисповеданий. Каждый житель нашего гостеприимного города имеет право выбирать свою веру, свой путь, своего Бога, будь то христианство, буддизм, иудаизм или ислам. Непонятно и лишено логики желания некоторых людей поменять свою веру. Сегодня он был христианином, а завтра внезапно стал мусульманином. Подобные перевоплощения считаю оправданными, если при вступлении в брак жена принимает веру мужа, мусульманина, или наоборот. В противном случае человек, меняющий веру, в конечном итоге не верит вообще ни во что. Религия – это носитель вечных ценностей, традиций, ритуалов, стиля жизни, нашего мышления, человеческих отношений и восприятия мира вообще. Первое упоминание о мусульманской общине в Латвии относится к 1921 году, потом – к 70-м годам. Это были в основном татары, башкиры, узбеки, приезжавшие работать на стройках, заводах и фабриках. В прошлом году Коран начали издавать на латышском языке, тем самым увеличивая интерес местного населения к чужой религии. Первая мечеть открылась в 2005 году на улице Бревибас, 104. Председатель Союза мусульманских общин Зуфар Зайнулин, бывший советский ракетчик, прекрасно говорящий на русском языке, пылко исповедует ислам, называя его самой гибкой религией, несущей в мир только добро. Он готов принять любого под свое покровительство, независимо от национальности. Количество верующих неуклонно повышается и за счет заключенных, находящихся в тюрьмах на территории Латвии, что вызывает некое беспокойство службы безопасности Латвии. В Эстонии полиция безопасности также установила значительное увеличение количества приверженцев ислама, а также радикальных взглядов. Как сказал известный российский экономист Михаил Хазин, силы исламистов в том, что они очень жестко выполняют заповеди и демонстрируют, что можно жить по справедливости, а не по наживе. Если общество с христианской традицией этого не поймет, то нам грозит новое великое переселение народов, после которого белых людей не останется. Рижская мечеть, открывшая свои двери в 2005 году, со стороны выглядит не как молельное помещение, а как обычное офисное здание. Ислам принимают как русские, так и латыши. У меня складывается впечатление, что многие из них не имеют ни малейшего понятия, что написано в Коране и чему он учит. Это чужая религия, вызывающая большой интерес, любопытство, я бы сказала, стало некой модой, своеобразным трендом. Большинство мусульманского населения, малограмотны или вообще безграмотны, что дает возможность заинтересованным лицам использовать толкование ислама в своих целях. В мире много разных религий, но только мусульманин полагает, что он попадет в рай, если будет убивать других людей. В течение последних десятилетий, благодаря нефтяному богатству исламских стран и активной эмиграции мусульман на запад, исламский фундаментализм был на подъеме, а дремлющий дух джихада был разожжен вновь. Эта негативная энергия мусульман была направлена не на созидание, а на разрушение в виде террора, геноцида, в результате которых над всем миром нависла угроза. В заключение хочу привести достоверные факты из жизни сирийских христиан, с самых ранних дней живших и исповедавших свою религию в Сирии. Из-за затянувшейся на два года гражданской войны многим из них пришлось покинуть свои родные дома, возможно, начнется массовое бегство. Джихадисты и радикальные исламисты в рядах повстанцев уже совершали нападение на христиан в занятых регионах. Были похищены несколько представителей духовенства, в том числе два епископа, отмечены осквернение церквей и жестокое обращение с верующими, попытки насильственного обращения в ислам. Более 450 тысяч сирийских христиан уже покинули свои дома. Так где же та добрая и гибкая религия, которую воспевает Зуфар Зайнулин? И почему нужно идти в чужой монастырь со своим уставом? Каждый народ должен жить на земле своих предков и верить в своего Бога. Только тогда во всем мире будет мир. Если же в силу жизненных обстоятельств вы меняете страну, тогда полюбите свою новую родину с ее традициями, верой, религией и людьми, которые отблагодарят вас взаимностью. Праздничную проповедь читает рижский имам Мамун Саид. И отвечая на поставленный вопрос. Готова ли я принять появление мусульманской мечети со всеми вытекающими последствиями? Заявляю. Не готова и никогда не буду готова. Я украинка, православная. Латвия стала для меня второй родиной. Я приняла и полюбила эту маленькую терпеливую, но очень храбрую и патриотическую страну. Здесь у меня есть все, чтобы чувствовать себя счастливой. Но я никогда не приму чужую религию и чужую веру. П.С. Как же хорошо было жить в атеистической стране, где запрещалась религиозная пропаганда и религиозные фанатики были большой редкостью. Почти все религии мира утверждают, что они доброжелательны и миролюбивы. Но ведь любые тексты их священных книг могут истолковываться в десятках вариантов. А поскольку, как и в любой другой системе, внутри каждой религиозной организации существует своя борьба за власть и влияние, в которой годятся все средства, истолкователи всегда найдутся, чтобы овладеть мощным оружием, толпами верующих, которые все сметут на своем пути. Но, есть и другая сторона, наличие религиозного общества, позволяет использовать эту религиозность политиками в своих целях. Решая свои сиюминутные проблемы, они и сами могут впоследствии стать жертвами, ведь пробуждая мистическое мышление в массах, никто не может предусмотреть, чем это кончится. Европа уже подавилась толерантностью, ее ждут большие потрясения. Воинствующий ислам разбудили и подстегивают хитроумные политики США, они заварили эту кашу, а расхлебывать ее придется всему миру. Проблемы себе готовит Россия. Когда президент показушно крестится в православном храме, не может идти речи о равноудаленности конфессий от власти. Когда в воинских частях России развернулось капиталистическое соревнование по строительству православных часовен, что должны чувствовать военнослужащие мусульмане? О каком научно-техническом прорыве мечтает власть, если с ее же подачи в школы полезли попы? Какое будущее готовит православный фашизм, вышедший на улицы российских городов, в том числе и в столице? Что будет в Латвии? Соглашусь с первым мнением. Как Европа прикажет, так и будет. Министр иностранных дел, гордящийся нетрадиционной ориентацией, уже не латыш. Парадоксально, но надежда у латышей останется только на райвеса Дзентарса. Он придумал замечательный ход. Приравнять всех неграждан к мигрантам, тогда Латвия на европейском фоне и так перенасыщена и квота на въезд исчерпана. В такой ситуации за него и русские проголосуют. Главное, чтобы через пару лет при Сайме. Райвес тоже не стал европейцем. Ну да, поживем, увидим. А чтобы не завершить этот номер на грустной ноте, знакомьтесь с карикатуристом из ГДРовских журналов, но не потерявшимся и в единой Германии, Райнером Швальме. Райнер Швальме, сын Колесника. Единственный ребенок в семье Колесника и Портнихи, он родился 19 июня 1937 года в Лигнецее, что в Нижней Селезе. В конце войны семья отправилась на запад и возвращаться по окончании войны не пришлось. Лигнецеа стала польской Лигнецей. Райнер с детства любил рисовать и, получив аттестат зрелости, поехал в Берлин, поступать в Берлинскую Академию Художеств в Айзензе, но проучился только год, его отчислили за отсутствие художественного воображения. Парень поступил в техникум и получил диплом дизайнера. Художником-графиком стал работать в ГДРовской профсоюзной газете «Трибюн». С 1966 года стал подрабатывать, создавая иллюстрации в разных издательствах для газет, журналов и книг. Это и книгоиздательства «Берлинер Виорлок» и «Юнгай Велт», журналы «Ну и Берлинер» и «Вастрайрте» и «Фердих» в детских изданиях «Баме», «Эйбиси Зайтон» и «Тромаму». Там появились его серии комиксов, ставшие популярными не только в ГДР. С 1985 года он в обойме карикатуристов сатирического журнала «Юлэн Спайджоу». Рядом с ним Генри Бютнер, Барбара Хёнигер, Манфред Баффингер и другие, с кем я знакомил вас в предыдущих номерах ВВ. Но новичок не затерялся, достойно влился в коллектив и в последние годы существования ГДР стал одним из самых известных политических карикатуристов страны. Конец ГДР отразился в многочисленных карикатурах Райнера Швальме. Он относился к происходящему без оптимизма, предполагая, что потеряет работу, как карикатурист из социалистического издания. Но продолжал рисовать карикатуры так, как думал. Справа я разместил две из того времени, «Сёрфер» и «Западный заяц». В переходный период художники сами организовывали выставки, его работы участвовали и федеративной передвижной выставке, посвященной воссоединению Германии. Потом работав, опять же, профсоюзной газете «Мэтт Олл» и «Берлинарта Джиспайджелл». К его 70-летию в 2007 году была издана первая книга его карикатур «Дайбестен карикачерн ауз 30 яром». Лучшие карикатуры за 30 лет. В 2004 году его работа «Свобода. Рис. Справа, получила германский приз как лучшая политическая карикатура. Это как пример того, что в Германии есть разные партии, разные мнения. Сейчас Райнер Швальме живет в краусник Гроссвассербурге, маленьком поселении в земле Бранденбург. Рисует карикатуры для той же берлинской «Берлинарта Джиспайджелл» и саксонской «СД Чи Исч Зайтон». Но, вот юмор уже не тот, что был во времена ГДР, как не тот уже журнал «Юон Спайджелл». Но об этом я, помнится, уже писал. Я небольшой ценитель политической карикатуры, несколько вырос из комиксов, так и не научился свободно читать по-немецки, но в моей коллекции есть немного карикатур из старого «Юон Спайджелл». Вот вам целая страница, какой она была в, теперь уже, в прошлом веке. Я говорю, да. Это очень красиво. Но когда же ужин? Редакция «Полезные советы»? Фрау Сусанна. Я должна вам сказать, это не подействовало. Мы были недавно на одном модном показе, с тех пор у нее такая комическая походка. Сообщаю, водитель улетел на контроле алкоголя. Евгений Захаров. Седьмой гном. Рассказ из цикла «Загадки миров чертова колеса». Когда высокий, стройный и красивый корреспондент центральных вестей Святослав Захаров уже почти подошел к извозчику, который должен был отвезти его в нужную ему точку на колесе, его догнала высокая, стройная, некрасивая девочка с сумкой, положив ему руку на плечо, сказала. «Папа!» «Нет, простонал Захаров, оборачиваясь!» «Да!» — кивнула девочка. «Не надо!» «Надо!» «Каникулы!» «Какие каникулы, у вас курс рукоделия до конца месяца?» «Русского или центрального?» Захаров хлопнул себя ладонью по лбу и застыл в отчаянии. «Это ты меня не предупредила», — сказал он наконец. «Предупреждала. Я забыл. Ты должна была мне напомнить. Напоминала два раза. Последний раз я передала тебе по телефону сообщение и какую-то идиотскую модную песню. Я думал, это ты меня поздравила с днем рождения. Русским или центральным?» Все это время Слава, не сбавляя шага, почти бежал по коридору станции. Но после этого заявления дочке он резко остановился, круто повернулся, уставил палец куда-то в сторону выхода в центр и сказал. «Все ты мне надоела. Проводила. Иди домой». «Ты квартиру сдал», — ядовито напомнила отцу девочка, до конца месяца. «Центрального. А я закончила учебу как положено, по русскому времени. Приезжаю домой». «И что?» «Дома даже дверь не открывается, а из окна высовывается чей-то чужой ребенок и посылает меня куда подальше». Телефоню в газету. «Спрашиваю, где мой любящий отец?» А отец, отвечают мне, уехал в командировку. «Давно». «Нет, только что». «Бегу». «Догоняю». «Ну и...» «Что, ну и...» Не понял Слава, уже держась за ручку двери нужной кабины. «Езжай к бабушке с дедушкой. Ты давно с ними общался». К чести Славы сказать, он слегка покраснел. И ничего не ответил. Так вот, вздохнув, просветила его дочь. Их тоже нет дома. И уже давно. Дедушка поднимает целину фантастической литературы одного из миров четвертого порядка тринадцатого сектора. В том мире с труднопроизносимым названием все фантастические выдумки земной литературы прошлого. Суровая реальность. Все эти непонятные космические агрегаты, нуль транспортировки и прочее. Так что, чтобы не дать аборигенам загнуться от рутины, дедушка вояет романы о буднях хлеборогов. Расходятся, как горячие пирожки. Тамошнее правительство премию имени него учредило, которую ему же регулярно и вручает. А бабушка? Насколько я знаю, она сейчас тоже где-то в провинции. Руководит культурным досугом детей правителя одного из шаров-близнецов. Интересно, а как дедушка к этому отнесся? Привык. Тем более, что у них уже, по-моему, телепатическая связь выработалась. Никакого телефона не надо. Ясно. Мрачно сказал журналист. Ты намекаешь, что деваться тебе некуда. И чтобы я взял тебя с собой. Я не намекаю, а ясно говорю. Кстати, ты куда? Поехали, по пути расскажу. Слава повернул ручку двери. Та открылась. В проеме двери возник наклонный красноватый экран со светящимся изображением колеса верху и контуром человеческой ладони внизу. Голос диспетчера из динамика над дверью произнес. Здравствуйте. Вы находитесь на имской станции четвертого сектора. Рисунок на экране изменился. Теперь он изображал четвертый сектор колеса и входящие в него планеты ближайших нескольких порядков. Голос диспетчера продолжил. Нажмите на точку, обозначающую нужную вам планету. Слава дважды нажал на крайнюю слева планету. Рисунок еще больше раздробился. Теперь экран был уже полностью весь занят светящимися точками, изображающими планеты и целые системы. Слава долго высматривал, шевеля губами, и наконец, нажал трижды на одну из точек. Ясно, загробным голосом прокомментировала его действие дочь. Едем освещать конференцию шести новых кролиководов, или того хуже. Программа на планету рудники задана, сообщил диспетчер. Папа! В притворном ужасе возопила девочка. Неужели тебя, наконец, сослали за умопомрачительную статью, разоблачающую козни центрального правительства. Слава только недовольно на нее покосился. Вступать в перепалку во время настройки он побоялся, собьешься, и начинай все сначала. Слава. Сообщите количество путешествующих. Вновь раздался голос диспетчера из динамика. Двоец сказал. Слава. Сообщите по очереди ваши имена, вид, пропланеты, последнее место жительства, и приложите правую ладонь к отпечатку. Святослав Захаров. Человек. Россия. Центр. Зрщудж Захарова. Человек. Россия Секстагон. Россия. Счастливого пути. Экран свернулся и исчез. Захаровы вошли в кабину, и дверь за ними со свистом закрылась. Кабина извозчика представляла собой обычную комнату со старомодной обстановкой и даже пневмополасом на полу. Никогда не понимал, как ты можешь выговорить собственное имя. Заметил Слава, снимая шляпу и пиджак и плюхаясь на диван. Бестактный вопрос. Мрачно ответила девочка, располагаясь в кресле. Меня интересует другое, кто из вас придумал называть меня Люлей, пользуясь моим младенчеством и неспособностью протестовать. Я же тысячу раз рассказывал. Сначала мы никак тебя не звали. Потом однажды, когда ты уже слегка могла бормотать, бабушка пошла тебя укладывать спать. Через пару часов мы хватились, пошли в спальню, никого. Заглянули в твою гипнокабину. А вы там с бабушкой лежите. Обнявшись, бабушка уже спит. А ты её убаюкиваешь. Люля-люля-люля. Так и привыкли звать тебя Люлей. Но сейчас. Когда мне, двенадцать лет. Я требую, чтобы меня при посторонних. Так не называли. Отчеканила Люля. Мне нравится имя Леонора. Через год, когда получу паспорт, впишу его первым именем. Так что, только попробуй назвать меня Люлей при ком-нибудь. Она подумала и сказала. Хотя тебя предупреждать о чем-либо бесполезно. Я уже убедилась. Сама виновата, с удовольствием проговорил отец. Сама напросилась. Ладно, бывают имена и похуже Люля. Смирилась девочка. Когда я в прошлом году ездила на сборы вязальщи с крючком. Там была одна девочка с гамой-гамой, так её дома называют псевдоподиком. А есть и вообще имена, звучащие как старинные русские неприличные ругательства. — А где это ты слышала старинные русские неприличные ругательства? — заинтересовался Слава. — Папа, — мягко ответила Люля, — а дома? — Это не вы случайно с дядей Карлом в соседней комнате в электрические шахматы ежевечерней играете? Слава смущенно хмыкнул. Игра в шахматы ему и так никогда не давалась, а тут ещё когда за каждый неправильный пространственный ход бьют током. — Ну так куда мы едем? — прервал его размышления голос дочери. — Ты же слышала, народники? — Там открыли месторождение какого-нибудь редкого металла. Представляешь, вот бы было здорово, если бы ты это шикарно описал, и аборигены в благодарность назвали бы находку святославитом. Или захаровидием. — А я бы попросил, — включился в игру Слава. — назвать его в честь моей любимой дочери, Зрщущием. — Вот, — подняла палец Люля, — когда надо какую-нибудь гадость сказать, всегда выговорим всё, что захотим. — Не металл. — со вздохом признал отец. — Не открытие и не сенсация, к сожалению. Обычная заметка на 10 строк в колонку сегодня на колесе. — Ну и что у нас сегодня на колесе? — Ежегодный марш гномов. — Что? — Марш гномов. — Кого? — Гномов. — Ты плохо слышишь? — Слышу я хорошо, я понимаю плохо. — А что тут понимать? — На планете Рудники, как мне рассказал наш главный редактор, старина Карл В. Джас Старший, осталось всего семь коренных жителей Рудокопов, которых остальные, обитатели Колеса, по аналогии с персонажами многочисленных легенд, окрестило гномами. — Они такие-с. — Папа, я знаю, кто такие гномы и как они выглядят. — Ты земную сказку о Белоснежке и семи гномах читал в детстве? — А кто её написал? — Толстой. — Пушкин, блин. — Не ругайся. У Пушкина разве не про семь богатырей было? — Папа. — Про гномов братья Гримм написали. — Они были немцы. — Ты же знаешь, я инопланетную литературу не очень. — Иностранную, папа. Они жили в девятнадцатом веке ещё на земле. — Уууу. Я в такие дебри не залезаю. — И зря. — Иначе был бы уже сам каким-нибудь редактором, а не мальчиком на побегушках в газете отца твоего школьного товарища. — Все, уже заткнулось. — Я спать буду. Раз будешь, когда приедем. — Спи. Я пока почитаю. — Люля вздохнула, достала из сумки ноутбук, связалась по кабинному телефону с Вилметом и принялась за дело. — Звёздочка. — Оказавшись в пункте назначения, корреспондент Захаров сразу понял, что желающих попасть на захудалый ежегодный марш гномов несколько больше, чем он ожидал. — Если честно, то он вообще ждал, что пойдёт маршем за гномами и будет восьмым в их стройном ряду. — Почему же ты не спрашиваешь, как всякая примерная девочка у своего старика отца? — Папа, а почему здесь так много народу? — Или что-нибудь в этом роде, — пропыхтел Захаров, с трудом протискиваясь сквозь толпу. — Я знала, что на рудниках будет давка, — коротко ответила Люля, как катерок за ледоколом, продвигаясь за отцом к выходу со станции. — Ой-ой, можно подумать. Ты и про рудники-то ничего не знала. — Теперь знаю. — Я про них читала, пока ты спал. — Ну и чего интересного вычитала? — А того, — назидательно сказал Люля, — когда они выбрались с рудничной ямской станции и продолжили протискивание сквозь народные массы, текущие рекой по подземному коридору. Поверхность планеты безжизненна, поэтому на рудниках вся общественная жизнь ведётся под землёй. — Это я уже заметил. С сарказмом отозвался отец, буквально выдёргивая её за руку из какого-то на редкость тестообразного протуберанция, который как раз растёкся по проходу и в которого Люля умудрилась влипнуть. — Ты какой-нибудь путеводитель читала? Где тут гостиница? И пункт аккредитации прессы. — А зачем тебе гостиница? — спросила Люля, с омерзением обирая с себя клочья протуберанция, — давай сразу на пункт. — Мы же не на экскурсию по пещерам приехали. — На марш сходим, и домой. — Логично, — признал Слава. — Куда нам? — Девочка с минуту смотрела на него, потом сказала. — Пропадёшь без меня. Вперёд. И они лихо вывалились из толпы в какое-то ответвление шахты. В этом коридоре оказалось не в пример просторнее. В нескольких идущих рядом Слава сразу опознал коллег, и пошли приветствия и похлопывания по плечам, и их заменяющим частям тела. На карпункте тоже оказалось людно. Слава запихнул Люлю в какой-то угол на скамейку, где она тут же достала ноутбук и уткнулась в него, а сам пристроился в хвост очереди за смутно знакомым карпокеанцем в жёлтом пропонусе с капюшоном. Карпокеанец и оглянулся, откинул капюшон и оказался праком, соучеником Захарова по центральной технической школе, в которой они оба учились лет пятнадцать назад. Слава, конечно, не мог в этом поклясться, но у карпокеанца, видимо, память оказалась лучше. Славка! Воскликнул он, и попытался хлопнуть Захарова по плечу. Получилось плохо, ведь руку карпокеан нет, а их тела, если это вас интересует, напоминают собой древний земной музыкальный инструмент под названием туба, и представляют собой набор трубочек разной толщины, затейливо изгибающихся и переплетающихся между собой, который заканчивается раструбом наверху. Карпокеане по желанию могут вытягиваться в одну прямую длиной в парсек, либо сминаться в крошечный комочек. Они всегда считались непревзойденными воинами, а их цивилизация в прошлом была весьма агрессивной. С основанием колеса карпок прекратил войны с соседями, и теперь его жители занимались тем, что моделировали и разыгрывали многочисленные битвы прошлого различных планет. Привет, прыгак, отозвался Захаров, пожимая какую-то из трубочек, надеюсь, я тебя схватил не за причинное место. В вашей анатомии я никогда не разбирался. Зато я в вашей хорошо разбираюсь, зловеще прогудел прыгак, помню, эдак в битве прикалки. Ладно, ладно. Приехал на гномов поглядеть. Вот уж не думал, что ты тоже журналист. За в отделом пехоты общевойского журнала Задапр, КЦ Урай Карпак. Приехал изучить тактические характеристики гномов, годятся ли для длительных марш-бросков или только окопы рыть. А ты где нынче? Центральные вести. О, и кем? Его должность в газете в театре называется «Кушать подано», подала голос из угла люля, не отрываясь от ноутбука. Кто это? Понизив голос, спросил прыгак. Жена. Насколько я помню, ваши женщины несколько крупнее размерами. Я не женат, и никогда не был, ответил Захаров. Это, моя дочь Зашчудш. Мы ее обычно зовем Лю. Леонорой. С ума сойти. Запомнил с первого раза. Возрадовалась в углу Зашчудш, новоявленная Леонора. У нас дети появляются в результате ответвления, интимно понизив голос, сказал приятелю прыгак. Но у вас-то, насколько я помню, дела обстоят иначе. Участвовал я как-то, лет пять назад, в мятеже на Сенатской площади. А сержанта Крир назначили моей женой, так мы потом в Сибири. Мда. Но у нас тогда никто, слава Дапр, не ответвился. Моя история проще и печальнее, со вздохом ответил слава, дело в том, что мать моей дочери Сикстагона. Поэтому у девочки и имя такое странное, Зашчудш. Сикстагона. Но как? Пргак, твоя очередь регистрироваться. Ей богу, потом расскажу. Как приятелям сообщила Люля по пути на местодействия, марш гномов ежегодно проходит по одному и тому же маршруту. В старину, когда гномов было значительно больше семей в шахтах рудников, активно велась добыча полезных ископаемых. В самой дальней и глубокой пещере пращуры нынешних обитателей планеты вырубили в скале статуи своих богов. И раз в год вереница гномов с драгоценными дарами и факелами в руках спускалась по коридору в эту пещеру и оставляли там свои подношения. Шли годы, гномы вымирали, но никто так свято не следовал традиции, как они. Каждый год все меньшее количество гномов маршировало по протаренному пути. Тогда как туризм на колесе, наоборот, процветал и развивался. И дура. Гум. Любознательных людей, желающих трястись несколько дней на извозчике, чтобы только посмотреть на восход солнца в Пуримурре или ритуальное совокупление моллюсков второго пресыва, становилось все больше и больше. Гномы сперва всячески сопротивлялись нашествию на рудники туристов, и вообще не хотели входить, и долго не входили в колесо. Но потом страсть к наживе победила, открывались новые рынки сбыта металлов, да и туристы из-за походы по пещерам платили хорошо. При этом, что ценно, к самим гномам никто не приставал, как будто их вовсе не было на планете, не просил отломить сталактитик или подержать факел. И гномы вздохнули с облегчением. Как оказалось, рано. С открытием их колесу сразу же половину оставшихся гномов как ветром сдуло. Остальные поклялись, что нога их с поверхности планеты не ступит, иначе кара неминучая и ненависть богов на веки вечные. Поэтому гномов так редко встретишь на колесе, хуже только секстагонцы, те вообще из области легенд. Организаторы туров на рудники к делу приступили с размахом. Специально для желающих посмотреть на марш гномов в скалах вдоль того самого коридора прорубили тоннель, отгородили его прозрачной перегородкой и пустили поезд с вагонетками. Одна из вагонеток целиком предназначалась прессе. Журналисты кто как мог, в ней расположились. Люля шепотом пожаловалась, что ее нервирует репортер с планеты Райс, который для удобства обернулся летучей мышью и теперь висел под потолком вагонетки прямо у девочки над головой, омерзительно цыкая зубом у нее над ухом. Слава не применул злорадно напомнить, что ее никто с ним ехать не заставлял, и Люля обиженно умолкла. «Идут, идут!» — крикнул кто-то из журналистской братьи. Кажется, француз, который все это время высматривал гномов в стекло дальнего обзора. Тут же все разговоры прекратились, и репортеры прильнули к бортам вагонетки, которая тронулась с места и медленно покатила по рельсу. Сначала все увидели только далекие огоньки. Они становились все крупнее и крупнее, пока не превратились в пламя факелов. В их колеблющемся свете все лучше и лучше становилась видно приземистые фигуры гномов, которые несли в руках эти самые факелы. Наконец, первый гном поравнялся с вагонеткой прессы. Шел он быстро и не оглядываясь по сторонам, так что вскоре ее обогнал. За ним шел второй, за вторым — третий. Выглядели они, по мнению Люли, как на картинках в старых книгах и на снимках из Вилнета, но в то же время и по-другому. Похожий вид имел бы, подумала Люля, ее русский крестьянский прапрадедушка Ваня, уменьши его вдвое, одень меховой жилет и кожаные штаны и заставь отрастить бороду, а также заткни ему за пояс кирку и сунь в одну руку факел, а в другую — ларец с дарами. Пожалуй, дедушка сломался и сбежал бы уже на кожаных штанах. Чтобы никому не было обидно, что приходится все время обозревать профиль четвертого гнома или заплаты на штанах последнего, в поезде были установлены стекла дальнего вида и круговые зеркала, а поезд то убыстрял, то замедлял ход. — И что интересного? — спросил один из представителей прессы, — идут себе и идут. — Красиво же! — тихо сказала Люля. Стены коридора, по которому шествовали гномы, были сделаны из причудливо вырубленных из декоративного камня плит и украшены драгоценностями. В свете факелов глазам поезджан и впрямь представала изумительная картина. Не все, правда, приняли это близко к сердцу. — Красота! Сплясали бы они на ходу, что ли, зевнув, — сказал Слава Захаров. В это время поезд остановился. Рельс, по которому он ехал, закончился, тогда как коридор, по которому шли гномы, свернул под прямым углом. Огни факелов стали удаляться. — Это и все! — удивился кто-то, — о святилище. — На то оно и святилище, — сказала Люля. — Чтобы туда посторонних не пускали. — Вон, они уже и факелы погасили. Я про это читала. — Зачем? — спросил Пргак. — В честь великой тьмы, породившей гномов. Сейчас возложат все, что положено, опять зажгут факелы и вернутся. Давайте уже разворачиваться, сейчас назад поедем. Журналистская братья заворочилась, перекидывая ноги и у кого что вместо них через сиденья и меняясь местами. Люля, все это время не отрывавшая взгляд от гномьего коридора, подергала Славу за рукав и тревожно сказала. — Погляди, что-то у них там не то. Слава приник к стеклу, и правда. Далекие огоньки двигались как-то беспорядочно, как будто гномы вместо того, чтобы идти чинно, друг за другом, беспорядочно метались из стороны в сторону. Потом огни стали быстро приближаться. По стенам метались отблески пламени. На мгновение показалось, что мелькнула какая-то тень, затем пробежал один гном, другой, третий. Потом они стали возвращаться, бегущие за ними что-то взволнованно спрашивали, размахивая руками. Наконец, один из гномов остановился перед стеклянной стеной, растерянно глядя прямо на туристов, стал шевелить губами. — Прыгак, как ты думаешь, что ему надо? — спросил Захаров. — Карпакианин прижался раструбом к стеклу. Оно было звуконепроницаемое, но возможности Карпакиан почти безграничны, так что Прыгак, видимо, что-то разобрал. — Потому что он повернулся и сказал. — Говорит, у них там убили кого-то. — Звездочка. При всех своих многочисленных недостатках слава Захаров был из тех людей, что не моргнув глазом, берут на себя, образно говоря, управление гибнущим кораблем, даже не зная толком, где у этого корабля штурвал. При этом у него будет такой уверенный вид, что ни у кого из перепуганных пассажиров ни тени сомнения не возникнет, этот бывалый морской волк все сделает как надо, снимет судно смели и поведет к светлому будущему. Поэтому, когда в поезде поднялся шум и половина туристов стала рваться посмотреть на труп, а половина, наоборот, захотела сбежать куда подальше, кто первым поспел в оскверненный священный коридор. Слава. Кто огородил место преступления услужливо вытянувшимся праком? Слава. Кто согнал туристов в гостиницу и запретил ее покидать? Опять он. Наш бесстрашный репортер. Оснований на то у него никаких не было, но удостоверение одной из самых влиятельных столичных газет сделало свое дело, к тому же больше никто бразды правления в руки брать не желал. Старейшина гномов был в шоке, и все порывался опять погнаться за убийцей, но Слава углубляться в пещеры до приезда полиции запретил. К телу приближаться тоже, чтобы следы не затоптали. Поэтому гномы тихо сидели в углу, и даже не разговаривали, настолько потрясла их смерть сородича. Убитый гном лежал лицом вниз почти у самого входа в святилище. В спине его зияла рана, а рядом валялось окровавленное орудие преступления, его же собственная кирка. Увидев кровь, сквозь заслон попытался прорваться одуревший корреспондент, летучая мышь с планеты Райс, но попал прораку в раструб и был выплюнут на сверхдальнее расстояние. Когда туристский поезд и священный коридор опустили, рядом с местом преступления, кроме гномов и пророка, остался еще кое-кто. А именно, возле основного массива прораковых трубочек стояла маленькая одинокая фигурка, комкая в руках мешок. Конечно, это была Люля. Она везде следовала за отцом, а тот, отдавшись на волю волн руковождения, забыл ее в священном коридоре. Где она и осталась, чтобы не быть затоптанной бегущими туристами. Ожидая спасения, она даже несколько раз украткой взглянула на тело. Выглядело все очень страшно, но она крепилась. В конце концов, прибежал Слава, и, ругаясь, утащил Люлю за собой на карпункт. Прогак уже вслед им крикнул, чтобы принесли чего-нибудь поесть попить. Бывалому воину ничьими останками аппетита не отобьешь. Полиции на рудниках не водилось. С гномами проблем не было никаких, а туристы защищались силовым полем. Спасатели были целых два человека, пещеры все-таки, да и те особо работой не загружены. Теперь оба перепуганных спасателя сидели на карпункте, как школьники, сложив руки на коленях, и смотрели в рот Захарову, который всецело отдался любимому занятию, распоряжаться и руководить. Репортеры же выстроились в очередь к телефону, чтобы поскорее сообщить о происшедшем в свои газеты. Комиссар Джаз прибудет к вечеру, отойдя от телефона, сообщил Захаров. Пока мы все сделали правильно. Туристов не выпускать, гномов арестовать, и т.д. и т.п. Все, умываю руки, и попить бы не мешало. Они с Люлей пошли в гостиничный ресторан, но там оказалось полно народу. Тогда они взяли себе по бутерброду и попить, и уселись на скамейке, вырубленной в скале, в парке столокмитов недалеко от гостиницы. «Па, как ты думаешь, кто его убил?» — сразу спросила Люля, как только они уселись. Слава с куском бутерброда за щекой укоризненно посмотрел на дочь. «Ну не за едой же», — пробубнил он, и, проживав, ответил. «Свои, ясное дело. А мотив?» «Господи, но драгоценности не поделили, храпел кому-то на ухо, кирку у кого-то отнял, мало может быть причин». «Ты сам в это веришь?» «Нет». «Вот, даже ты не веришь. А я, тем более. За всю историю гномов у них не было ни одного убийства, они кроме работы ничего не понимают, поэтому так растерялись». «И потом, мы же видели, как убийца удирал по коридору». «Тень, помнишь?» — все подтвердят. «Ну и кто бы это мог быть?» «Туристы и мы были за стеклом, спасатели, ямщики и организаторы тура завтракали в ресторане. Приедет дядя Карл, и разберется. Своё дело я сделал, в газету сообщил, вернусь, забабахаю статью». Некоторое время ели молча. Да и Ев, также молча сидели еще некоторое время. Потом Люля сказала. «Пап, у меня есть два вопроса. Можно, я пойду, выясню кое-что?» «Одной нельзя», — ответил Слава, — «может быть, ты права, и тут где-то бродит зловещий убийца гномов. Я тебя провожу». Сперва Люля отправилась в ресторан. Там она подошла к провожатому туристской группы, который сидел на бегемотево вида чемодане и мрачно пил пиво, и что-то спросила. Получив ответ, она кивнула и отошла. Потом они с отцом вернулись на карпункт, и Люля пристала к одному из спасателей. Слава хотел послушать, о чем они говорят, но его окружили коллеги и принялись домогаться подробностей, которые и так все знали. Досадливо отвечая на вопросы, Слава успел краем глаза заметить, что к беседе дочки со спасателем присоединился вампир с планеты Райс. Слава плюнул на все и стал проталкиваться к девочке, но та уже шла ему навстречу. Лицо у нее было взволнованное. Пап, запроси по телефону компьютер их грузового извозчика. А ты через свой ноутбук связаться не можешь? Так телефон-то занят. Вон, еще очередь стоит. Ну, подождешь. Пап, это очень срочно. Пожалуйста. Что у тебя за идеи бредовые? Пап, только все начало складываться. Если и впрямь бредовые. Я ж себя сама загрызу и засовещу, ты же знаешь. И наказывать не придется. Слава вздохнул, сделал начальственное лицо и подошел к телефону. Очередь хором взвыла. Слава, стойко выдержав упреки коллег, и связался с компьютером. Что узнать? Крикнул он дочери, которая тянула шею, выглядывая из-за плеча высокого телмаканина. Запроси, не получал ли гном? Люля достала бумажку и по ней зачитала имя гнома, состоящая почти сплошь из кашля и рычания, недавно груз. А если получал, то с какой планеты? Слава некоторое время слушал, потом кивнул и крикнул. Получал. Сформалиана. А что? Люля пискнула и молниеносно выдернула из сумки ноутбук. Папочка. Взмолилась она. Не отходи от аппарата еще пять минут. Я посмотрю, что это за планета. Скорее, попросил Захаров. Не то меня убьют коллеги. Спустя несколько минут лихорадочной работы Люля захлопнула ноутбук, сунула его обратно в сумку и крикнула. Папа. Пойдем скорее. Куда? Покладисто спросил отец, торопясь за дочерью. На место преступления. Эй, да ты что? Туда нельзя. У тебя там друг висит, растянутый в пятьдесят раз, а ты говоришь, нельзя. Точно. Охнул Захаров, надо ему чего-нибудь отнести. Что же они едят? Папа потом. Зачем такая спешка? Люля остановилась и повернулась к отцу. Папа, сказала она. Я знаю, зачем убили и кто убийца. Осталось только окончательно убедиться. А потом поймать его. Затем и спешим. Звездочка. В священном коридоре уже было светло, спасатели принесли прожектор и установили его у входа. Но мы не протестовали, сидя в углу, а только послеповато моргали глазами. Прогак находился в том же положении, в каком его и оставили. Поесть принесли. Сразу спросил он. Я забыл, чем вы питаетесь, смущенно признался Слава. Папа. Дернула его за руку Люля. Мы не за этим пришли. Она глубоко вздохнула. Папа, если тебе не страшно, пойди и найди на теле кое-что. И не подумаю, возмутился отец, сам всех гонял, чтобы следы не затаптывали, а сам пойду в убитом гноме ковыряться. Я сказала, не в теле, а на теле. А мне без разницы. Отец был положительно сердит. Пап, но это очень важно. Глупости. Вообразила себя сыщиком. А меня толкаешь на должностное преступление. Где там, что нужно искать? Подал голос Пргак. Давайте, я найду, мне ковыряться в принципе нечем. На левом колене. Ну и как ты себе это представляешь? Фыркнул Слава. Чтобы увидеть колено, надо его перевернуть. А трогать ничего нельзя. Ничего, утешил его Пргак. У меня много глаз. Одна из его трубочек удлинилась и сплющилась, а затем заползла в штанину мертвого гнома. Люля зажмурилась. Слава скептически хмыкнул. Ожидание, казалось, никогда не закончится, но Пргак вдруг крикнул. И слова его гулка раскатились по коридору. Есть. Какие-то цифры и буквы. Какие, в темноте не разберу. Ура! Крикнула Люля, и зажала себе рот рукой, испуганно, глядя на сердито загалдевших гномов. Что теперь? Скрывая волнение, спросил отец. Сошлось. Сошлось. Бежим на станцию. Опять голодать. Со вздохом констатировал Пргак. Кабины грузового извозчика находились там же, где и пассажирские, только у противоположного края станции. Поэтому, когда Захарова, запыхавшись, выскочили на площадку, они нос к носу столкнулись с комиссаром центральной полиции Карлом Дабую Джазом-младшим, который как раз только что приехал. Дядя Карл, мы все раскрыли, ай да с нами! Закричала на ходу Люля. Дайте сперва хоть место преступления осмотреть, шарлатаны! Возмутился комиссар Джаз, но, справедливо рассудив, что тело никуда не убежит, отправился вслед за другом и его заполошной дочерью. А те уже пристали к работнику станции, отвечающему за грузовые перевозки. Комиссар подоспел как раз к окончанию разговора. «Я взял на себя смелость не отправлять», — сказал ямской сотрудник. «Убийство же, сказали ничего не трогать». «Правильно», — кивнул Карл Дабую Джаз, вынимая удостоверение. «Комиссар Джаз, центральная полиция!» «Что за груз?» «Наш убитый отправил», — сказал Слава. «Карлик, посмотрим, что там». «Обязательно». Они прошли за сотрудником в кабину, где стоял большой продолговатый ящик. Люля забежала вперед и нажала кнопку, открывающую крышку. «Дамы и господа!» — торжественно сказала она, — позвольте вам представить. Она зашарила по карманам, а потом сказала с нескрываемой досадой. «Как его зовут?» — я забыла, а бумажку с именем потеряла. «Черт!» «Однако и так все было ясно. В ящике лежал и растерянно щурился убитый седьмой гном. Звездочка!» «Так, а теперь отвечай на вопросы следствия», — строго сказал Карл Люля, побывав везде, где надо, осмотрев все, что нужно, и не дав растерзать несчастного гнома его рассверепевшим собратьям. «Для начала, как ты догадалась?» Папа сказал, что гнома убил кто-то из своих, начало отчет девочка. «Я сперва тоже так подумала. Мало ли, тюкнули в темноте, а потом забегали, ах, ох, убийство. Но мы все видели тень убийцы, который побежал из коридора в пещеру, а за ним уже выбежали гномы с факелами, и их было шесть, я сосчитала на всякий случай. Хотя они так метались, что это было сложно. Потом, если убили не участники шествия, значит, убийца засел в святилище или где-то возле него, дожидаясь, пока они не погасят факелы, а потом уже. «Согласись, что бегать так по пещерам может только тот, кто хорошо их знает». Карл кивнул. Люля продолжила. «Я решила, что убийца гном, но не местный, а кто-то из тех, кто раньше сбежал с планеты на колесо. Тогда он должен был приехать сюда под видом туриста. Я спросила у руководителя группы, не отлучался ли кто из туристов во время марши, или, может, вообще на него не поехал. Оказалось, что у них все посчитаны по головам, да и гномы, существа малорослые, ему трудно было бы под кого-либо замаскироваться. Я подумала, не отправился ли он сразу с Ямской станции по какому-нибудь тайному ходу сразу в святилище. Спросила у спасателя. Они все коридоры знают, на то и спасатели, у них даже планы пещер есть. «А почему ты решила, что это не какой-то из спасателей?» Перебил рассказ часу Карл. «У них алиби. Они каждый день в это время всей администрации планеты завтракают в гостинице. Так вот. Тут бы я и сдалась, но...» Вампир с планеты Райс. Мне он сначала не понравился. Но сейчас я его расцеловать готова. Сказал, что кровью от трупа не пахло. Представляешь, весь пол кровью залит. А ею и не пахнет. Меня как громом поразило, это не настоящий труп. Далее. Откуда он взялся? Стало бы я думать, что гном его вытесывал из камня долгими ночами, потеряла бы время. А так я почему-то сразу вспомнила про всяких там роботов. Но робот тоже должен был откуда-то взяться. Я попросила папу связаться с грузовой станцией, и точно, наш гном получил посылку с формалиана. Я залезла в Вилмет и выяснила, что формалиан занимается в основном тем, что выращивает клонов для различных празднеств и карнавальных шествий. «На грядки, что ли, они их выращивают?» Сердито спросил Карл. «И, насколько мне известно, клон — это живое существо. Выходит, что наш ни в чем не повинный бородатый друг все-таки убийца». «Да что ты!» Клонами формалианцы называют свои игрушки, потому что они в точности похожи на людей, но прямо как андроиды. Только внутри, никакого синтетического разума. Болванки, одним словом, только и умеют, что ходить да руками махать, а что еще на шествиях надо. Вот наш гном и послал им свои параметры, и они вырастили ему клона. «И не цепляйся к словам. Я и не цепляюсь», — покраснел комиссар. «Просто вырастили, это одно». «Ладно», — отрезала люля. «Как маленький, честное слово. Так что имей в виду». «Если у тебя будет какое-нибудь загадочное убийство президента банка, ты сперва погляди, если у трупа на коленке буквенно-цифровой код, которым формалианцы иметят свою продукцию, значит, твой президент банка жив и со всеми деньгами умотал куда-нибудь на тропику, под пальмы». «Не забивай мне мозги президентами», — сердито сказал комиссар. «Дальше я и сам догадаюсь. Этот гном спрятал клона в святилище, потом в темноте рубанул его киркой и сбежал. А вы всей своей веселой семейкой пошли, дружно нашли у трупа на коленке код и выяснили, что это клон». «Дальше что? С чего ты взяла, что этот гном сидит в посылке? Может, он где-то в пещере скрывается?» «Я почему-то сразу поняла, зачем ему это. Виновата», — ответила девочка. «Я про эти рудники читала, пока мы сюда ехали». «Они ему остачертили. А просто так уехать его не отпускали. Все гномы тут клятву дали, что нога их не ступит с поверхности планеты». «Этот же явно был умным гномом. И все-таки гномом. Для него было проще разработать всю эту комбинацию с подставным трупом и поездкой в посылке, чем нарушить клятву и просто послать всех». «Люля. Что, люля? Ах, да. Пардон. Так вот. Потом мы с папой побежали на станцию, встретили тебя, и чуть не опоздали». «Отгрузка посылок, автоматическая, а гном подгадал время, когда на станции никого не будет. Традиции страшная вещь. Весь здешний персонал строго в одно и то же время завтракает. И гном это знал. «Поэтому, после того, как он воткнул кирку в спину к лону, промчался по коридорам и прибежал на станцию, там никого не было, поэтому он тихо упаковался и стал ждать отгрузки. Там даже в накладной, особые пометки, посмотришь, не кантовать, кислородный режим перевозки». «Нам повезло, что работник станции остановил погрузку. Иначе уехал бы он на Формалиан, а оттуда еще куда-нибудь, и ищи свищи». «Люля подумала, и добавила». «Мне интересно, теперь гномы пересмотрят свои намерения насчет клятвы. Мне бы хотелось, чтобы его отпустили. Тут он, как в тюрьме». Комиссар Джаз встал со скамеечки в Сталагнитовом саду, на которой они все это время сидели. «В тюрьме». «Не в тюрьме, но за хулиганство он схлопочет свои 15 центральных суток», — пообещал он. «Стало быть, я его арестую и увезу. А уж возвращаться после отсидки, я думаю, он сам не захочет». «Пошли на карпункт, там сейчас будет весело. Твоего отца начнут душить взволнованные коллеги». «Вот здорово», — сказала девочка. Комиссар только рот разинул. «Нет, не то, что придушит, поправилась люля, а то, что папка теперь здоровскую статью напишет. И дядя Пргак тоже. И назовет ее. Вокруг и около места преступления. А тот вампир, кровью там и не пахло. Только пластиком». «Выдумщица», — проворчал комиссар. «Так точно, сэр». Весело откликнулась люля. И они с Джазом пошли на карпункт. Захаровы, Евгений и Светлана. Родились и росли порознь, зато учились, женились, работали и творили вместе. Проживают в городе Краснодаре. Окончили местный университет культуры и искусств. Евгений — сотрудник газеты, Светлана — работник библиотеки. За 10 лет вывели на орбиту множество миров, рыцарский Камелот и богатырскую Русь, анархистко-монархистко-музыкально-актерскую республику Кенсингтон, населенный провинциалами, чертями и пришельцами, город Новоозерск, межпланетный союз миров Чертова Колеса, галактическую и тираническую империю товарища Насосова и другие. Первая совместная публикация — рассказ «Обряд четырех месячей» в журнале «Техника», «Молодежи», 2002 год. Номер пять. Также публиковались в журнале «Порог». Тот же рассказ. Увлечение. Музыка, кино, гадание, юмор во всех его проявлениях. В 2004 году в совместном проекте издательства «Эстэ и Сталкер» вышла дебютная книга «Рыцарика» пародия на артурианский цикл. С тех пор утекло много воды, в том числе произошел раскол семейного, а, следовательно, и творческого тандема. Однако тексты имеются в наличии, жажда к творчеству не иссякла, поэтому не переживайте, Захаров и Захарова никуда не делись. Читайте на здоровье. Звездочка. Кроме сайта журнала www.zarnalf.1s. LVVV выкладывается на HTTP. Lib. 1. IC. A. 28555. Адрес для переписки, хичи собака Inbox. LV. Примечание. 1. Так тогда назывался Таллин. 2. Некоторым больше нравится слово «магистр», но в отношении к Ливонскому ордену правильнее будет «ландмайстер», это еще от Ордена Меченосцев. 3. Волей судьбы именно в Нюнстере с 1957 до 1998 год действовала единственная латышская гимназия за пределами Латвии, где учились дети латышских эмигрантов со всего света. 4. По условиям мирного соглашения дербский епископ должен был выплачивать со своей области ежегодную дань Москве. Православные церкви в орденских владениях не должны были разоряться и закрываться. Русские купцы получали право на свободную торговлю на всей территории Ливонии. Орденские власти должны были пропускать через свою территорию всех иностранцев, прибывающих на царскую службу. Ливонский орден не должен был оказывать военной помощи Польскому королевству и Великому княжеству Литовскому против русского государства. 5. Формально, на случай обострения отношений с Московией, но в Риге поняли для чего. 6. Кстати, с 1551 по 1556 год. Каспар фон Мюнстер был контуром Виндовы, ныне Венспилса. 7. Возможно, в память об этом союзе самый большой зал замка Кёнигсберг получил название зала московитов. 8. Русские — это очень условно. Ладно бы только многочисленная татарская легкая конница, так ведь еще и немецкие ланскнехты. 9. Датское посольство предъявило в Москве старые притязания на Гаррию и Верляндию, но успеха в этом не достигло, однако царь согласился на перемирие. 10. Вот как эту совсем неромантичную историю описывает Карамзин. В сих для Ордена ужасных обстоятельствах старец Ферстенберг сложил с себя достоинство магистра, и юный Кётлер, повинующий нам, принял его со слезами. Славясь отличным умом и твердостью характера, он вселял надежду в других, но сам имел весьма слабую, и только из великодушия согласился быть, последним магистром издыхающего Ордена. 11. Юному Кётлеру было 42 года, а старцу Ферстенбергу – 59. 11. Бывший дербский епископ Герман фон Вёзель, находившийся пленником в Москве, смог исходатайствовать перед царем о возможности похоронить тело Филиппа фон Бёля по католическому обряду вне стен Москвы. В 1823 году было обнаружено надгробие Филиппа фон Бёля в районе Якиманки, которое сейчас является частью Центрального административного округа Москвы. Останки были перенесены в Румянцевский музей, а затем в Московский Кремль. 12. В августе 1960 год. Иван IV похоронил царицу Анастасию, одну из немногих, кого он любил. Он никогда не оправился от этой потери. «Почему вы разделили меня с моей женой?» – спрашивает он в 1577 году в своем втором письме князю Курбскому. «Если бы вы не забрали у меня мою молодую жену, не было бы стольких жертв». Он был уверен, что ее отравили, и в Х-веке это было подтверждено. Содержание мышьяка в ее костях превышало максимально допустимый уровень в десяти раз, а ртути – в четырех раза, в волосах же – в ста. Ее травили не один раз. 13. Смотри, с чего начиналась Елгова в ВВ номер 3 за 2014 год. Ред. 14. Цены начала 2014 года, публикация прошла в феврале 2014 года. 15. Из корои Сноу Ленинграда с лиц Мелной и Джарай. 25. Дивизиджас состава Винсайт Кори Висай Васиджай. Кара Бейгас Гломенталс Сагайда Васиджас Слиника Арс Мак Айвайна Яма Роука. Эвака Асиджас Лайка Айвайна Тайна Нак Краева Гюста. Ноук Юра Арвитс Ардазайм Байдраем Айсбек Унна Нак Англозона. 16. Одно из отличий ислама, отсутствие строгой иерархии духовных деятелей, каждый из них может толковать Коран в меру своих способностей. 17. Поэтому здесь борьба за паству особенно активна и больше возможностей ориентировать эту паству на определенные действия. В частности, тот же Бен Ладен, в среде мусульман один из самых уважаемых богословов, хотя реально он богословом и большим знатоком Корана не был, и на эти темы выступал очень мало. В Эмиратах, других мусульманских странах, власти жестко следят за содержанием проповедей в мечетях, там тысячами лишают работы имамов. Вот эти имамы и едут в Европу, где могут позволить себе то, что не могли на родине. 17. Кстати, последняя точка продвижения войск Батыя на запад. Город был осажден, но не сдался. Вследствие Второй мировой войны Лигнице перешел к Польше и был переименован в Лигницеу. Немецкое население почти полностью было выселено в Германию. Новые переселенцы, в свою очередь, прибыли из восточных районов Польши, чья территория была включена в состав Советской Украины и Белоруссии. Новые переселенцы, в свою очередь, прибыли из восточных районов Польши, в свою очередь, прибыли из восточных районов Польши.